Уважаемые советники, уважаемые присутствующие, не так давно нам, вы знаете, что к совету обратились ветераны Афганской войны с почвой выделить земельный участок для того, чтобы они могли построить там небольшой мемориальный комплекс. Вы знаете, что работы в этом плане уже идутся. Каждый из участников Афганской войны внес свой посильный вклад в реализацию этой идеи. И мне кажется, что мы, сельчане, примария, местный совет могли бы поддержать эту хорошую инициативу, ведь этот комплекс строится для нас, для жителей нашего села. И поэтому предложила бы внести первоначальный взнос в сумме 10 тысяч леев. Конечно, этих денег будет недостаточно, но, насколько я знаю, эскиза памятника еще нет. Как только будет готов эскиз памятника, он будет вынесен на утверждение местному совету. И я думаю, что в дальнейшем мы смогли бы помочь в реализации этого проекта. И в продолжение данного вопроса предлагаем для оказания помощи в строительстве памятника военным афганцам Предлагаем уменьшить с 10 группы в виде деятельности 00320 статья 272-607 тысяч уменьшить на 7 тысяч леев. И с 6 группы в виде деятельности 00333 статья 222-993 тысяч уменьшить. В общей сложности уменьшаем на 10 тысяч леев. И направить нашу 6 группу на благоустройство в виде деятельности 00333 статья 337-110 увеличиваем на 10 тысяч леев. А можно вопрос? 10 тысяч немало, это уже получение из теории семен для кума, лям, епси, джиня, лево, порыва. Можно 15-20? Мы говорим о первоначальном сносе. В дальнейшем это будет, надеемся, что будет еще. Но первоначально, я думаю, что 10 тысяч хватит, потому что нет и нет. Как только будет готово, мы можем еще до конца года еще раз этот вопрос рассмотреть. Сейчас все так сделано. Смотрите, Сибирь, можно я ответить? Дело в том, что для того, чтобы почему вышли с такой инициативой 10 тысяч леев, был проведен анализ. И после этого мы видим возможность пока выделить 10 тысяч леев. И пока этот проект в процессе уже не завершен, пока что 50% работы, наверное, не сделано. Этот проект может завершиться на следующий год. Потом постепенно опять проанализируем ситуацию. Может быть, сможем еще как-то помочь, еще дополнительно. Но сейчас вот так вот просто пообещать 15 тысяч леев, когда у нас нет возможности, а вдруг мы недополучим местный бюджет по собственным доходам. Не хватит у нас. А у нас, в первую очередь, приоритет зарплата, услуги. Без размочек создадим кредиторскую задолженность, потому что понаобещаем. И потом не сможем выполнить. Вы можете и 20 принять, но дело в том, что... Мы же не знаем, что будет до конца декабря месяца. Пока что мы говорим о 10. А потом будет возможность, увидим, что есть... А может быть, этот проект закончится, если на следующий год увидим свободные остатки, информация открытая. Будем обсуждать, будем видеть, на что мы будем еще рассчитывать. Если даже до конца года опять мы видим, что у нас есть какой-то запас, допустим, собственных средств, хватит нам еще оказать помощь, будем выходить с инициативой еще помочь. Хорошо, понятно. Это же не только один проект, у нас еще есть разные проекты. Поэтому... А вот здесь за это закончили. Понятно. Это я на все. Спасибо за это. Ну, время седжим. Коллега Павловна, ну, кто хочет сказать, давайте не перебивать друг друга. Если есть конкретные предложения, пожалуйста, встаем и задаем конкретные вопросы, и подаем конкретные предложения. Дмитрий Евгеньевич. Я поддержку Дмитрия, потому что мне кажется, что здесь есть, что это мало. Если начали проект, то это надо закончить в этом году. Конкретные наши предложения. Увеличить на 15 тысяч. 15 тысяч. Понятно. Это без финансирования тоже связано, а не закончить. Это объем работы. Это все действия. Хотя бы бетонные работы. Вот сейчас у Ордова на Ищекляр, и Сталя, и хотя бы эти бетонные работы, чтобы закончить мемориалы, да, согласен министерам Каваны. Хотя бы бетонные работы, как пора, уда есть ничь. Ничь без обещания читать, что и Алла Муджи, а чанка слаб. Татемя, давайте будем превращать наше состояние в диалог между главным бухгалтерами и советниками. Вы свою информацию предоставили, пожалуйста, присядьте. Дальше, если будут вопросы, мы обратимся к вам за консультацией. Вопрос еще в стадии обсуждения. Николай Иванович. Вопрос еще в стадии обсуждения. Вопрос еще в стадии обсуждения. Ну, давайте без обращения к чему-то представителям соли афганцев. Да, у нас, вероятно, уже не к Алянун Нарай. Да, у нас говорят соли нестепные, а не у нас недоразумение. Хорошо, коллеги, если не против, я в зале присутствуют. В зале присутствуют афганцы, пожалуйста, если хотят что-то сказать. Работы ведутся, вы знаете там ситуацию. Если хотите, пожалуйста, предоставьте предварительную информацию, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Говорить здесь, как бы, эскизы, конечно, не сделаны еще через компьютер. Все, но эскизы, как бы, у вас согласительный я показал. Определенные уже есть. Что там будет, как там будет, это уже видно. У нас постамент 3х3, это глубина метр пошла уже там. Вокруг тротуарные плитки, там где-то квадратные, если выделили 100 квадратов, то где-то 100 квадратов и будет там вместе со 4 или со 7. Мы с вами собрали уже, вот, своими силами, как бы, 15 тысяч уже потратили. У некоторых ребят есть, нету, там еще собираем, наскребают. Бетонные работы, да, но, вы сами знаете, основная будет сейчас плитка и вот этот сам камень. Мы же этот камень не поставим, там, если в постамент там 3х3, там 50 сантиметровая высота, там она должна быть солидная, основные деньги будут там, конечно. Обделка его, и я не знаю, какой бюджет, сколько выделить, я не могу, как бы сказать, но деньги нужно просто и так подделить. Да. Своему потратили. Это для села. До сих пор, темно, то ли, до сих пор работы ведутся за счет собственных средств, да? Да, 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 есть, спасибо ребятам, вот, не осветили, есть два человека, я хочу их выделить. Электр, вот эти спонсоры, в Франции, этот, Касат Василий и из Америки, Жекова Алексея, они, спасибо, им выделили, скажем так, 10 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей? Нет, нет, 10 тысяч рублей, да, ну, спасибо огромное, всего должно знать таких людей, как бы. Конечно, да, очень хорошо, очень хорошо. Игена Антонович, пожалуйста. Я вот хотела выразить благодарность советникам, которые поддержали инициативу примара по выделению денежных средств в поддержку ветеранам афганских событий. Это вот такая инициатива, когда исходит от жителей села, примария, в первую очередь, должна поддерживать не только строительство памятников афганцев, но и другие, если есть такие вот явления, когда сами жители изъявляют желание что-то сделать для нашего села. И, по-моему, сегодня, когда разговор идет о выделении денежных средств, нам нужно прийти к общему согласию и помочь не один раз этим ребятам. То есть, если они сейчас, вот сейчас, в данный момент освоят эти 10 тысяч, нам нужно еще не 10, а еще в пределах огромной суммы выделить афганцам для того, чтобы завершили этот мемориал. Это будет комплекс, наверное, это будут красивые ступеньки, наверное, начиная от асфальта подниматься, да, туда уйдет очень много денег. Поэтому, вообще, спасибо за участие и за то, что предлагаете поддержать афганцев. Спасибо, Елена Тонна. Коллеги, какие еще предложения? Я от других предложений. Можно сказать? Да, да. Уважаемые советники, я прошу отказаться от этой практики устраивать торги. Прежде чем сказать об этой сумме, это было обговорено с бухгалтером, посмотрели, сколько мы можем на сегодняшний день выделить. В дальнейшем, если будет возможность, естественно, тоже будем. У нас вошло в практику, говорим одно, а потом добавляется, добавляется, добавляется. Как может речь идти о торгах, если мы выделяем тем людям, которые прошли войну? Мы не торгуемся на базаре где-то, мы выделяем память о тех людей, которые погибли, которые живы. Они все сегодня очень сильно там страдали. Какая речь может быть торгить? Пятнадцать тысяч, давайте слушаем. Пятнадцать тысяч, это очень мало, что мы не выделяем. Мы понимаем. Снова торги, как его место. Даже двадцать тысяч мало. Ну хотя бы, сначала, деньги к чему, они сами по-одному говорим. Они сами своими силами там работают, а мы тут из-за пяти тысяч мы снова применяем такое, как торги. Давайте исходить о своих возможностях, Леонид Николаевич, мы говорим о своих возможностях. Я вообще предлагаю, выдели, я хотел вообще двадцать, но раз первое предложение пятнадцать, тогда их пятнадцать мы выделяем. У нас бюджет был шесть миллионов, сейчас у нас бюджет села девять миллионов. И я не думаю, что пять тысяч, у нас уже даст, но мы какого-то проверки, мы заработали или что-то. Если мы начали помогать, мы должны помогать, а не торговать, как вы говорите, торговать в пять тысяч. Так что мы должны просто промолчать, взять, проголосовать за пятнадцать тысяч. И они будут обращаться, мы должны их поддерживать. Тем более эти люди, реально сегодняшний человек Михаил Иванович правильно сказал. Давайте мы, независимые советники и советники от социалистической партии, давайте выделим собственные, из собственных средств тоже определенные суммы, чтобы помочь ребятам. Я предлагаю это сделать. Кто сколько может, кто сколько может. Давайте это сделаем. А чтобы наш вклад тоже был. Под крючок. Под крючок или наличными индациями. Как это получится? Понятно. Я думаю, для сведения я вам скажу, что может не болеть, но такие люди есть, они помогают. Просто это не афишируют. Афишируют уже сказали, что... Нет. Даже среди тех людей, которые сидят в зале, есть люди, которые помогают. Просто не афишируют, как и делали это долгие годы, когда помогали всем. Эти люди есть, не переживайте. Если есть желание... Это важно. Это важно. Это важно, да. Игорь Анатольевич, сейчас, Татьяна Юрьевна, ну вы сегодня какая-то суперактивная. Ну, я помню. Да? Да. Советники еще не выразились, вы пытаетесь... Подождите, сейчас дойдет, но вам предоставим слово. По поводу торгов. Значит, давайте я внесу такое предложение, чтобы не устраивать торги на местном совете. Давайте вообще отменим заседание местного совета. И примарь, и аппарат примарь будут решать все финансовые вопросы без заседания местного совета. Я не знаю, наверное, советники не имеют права, да. Вот примарь предложила 10 тысяч, комиссия заседала, комиссия приняла какое-то решение. Значит, все, на заседании совета остальные советники не имеют права, если исходить из логики, высказанной госпожой примаром, советники не имеют права предлагать свое видение, свои предложения. То есть мы, получается, здесь устраиваем торги, когда речь идет о том, что надо помочь афганцам, которые строят памятник. Люди вкладывают свои деньги. Два физических лица, которые бросили семьи, уехали за границу, они могут выделить деньги. Примаре 10 тысяч, все, она на этой сумме зациклилась, больше денег в примаре нет. Никто не зациклился. Я вас очень внимательно слушал, и не перевал, если обратили внимание. Для примера я вам скажу, памятник, ремонт памятника Ленина, только ремонт, не строительство, просто косметический ремонт, обошлось в примаре 80 тысяч лей. Просто косметический ремонт памятника Ленина. 80 тысяч лей. Сегодня в утром в Фейсбуке все лазают. Если кто-то обратил внимание, в Тараклии строится памятник Чернобыльца. Стоимость проектной осмойки, то есть полагаемая стоимость проекта 350 тысяч лей. 180 тысяч выделили какие-то организации, 150 тысяч выделила районная администрация. Примарея Чешмекёй для того, чтобы православить своих афганцев. Один из них пропал в бизнесе, есть ребята награждены одинами медалями, орденом Красной Звезды. Примарея выделяет 10 тысяч лей. Совет не устраивает торгов. Давайте не устраивать торгов. Ребята, я общался с афганцами, ребята обращаются в примарию за рейсом песка. Примарея не может организовать привоз одного рейса песка для строительства памятника. Примарея отказывается привезти один рейс песка для строительства памятника афганцев. 10 тысяч лей, все. Предварительно, мы же потом вам выделили. Еще раз обратятся. Мы же вам выделили, извините, больше средств у нас нет. Вот примерно картина такая. Петр Георгиевич, вы прекрасно знаете, что примарея не имеет транспорта для того, чтобы везти песок и для того, чтобы его грузить. Транспорта везти песок. Ребятами мы об этом говорили, что на тот момент, когда нужно было привезти, экскаватор был испорченный. Об этом говорили. И никто об этом не отказывался. И не будет никогда отказываться помочь в этом строительстве. Я знаю, что на тот момент песок за песком в рейс вы помочь не смогли. Мы обсудили. К нам столько раз обращались, мы через экономических агентов находили транспорт и погрузку, все находили. Ну, вы имеете транспорт? Мы не имеем транспорт. Мы его находили. Мы общались с людьми, мы работали. Мы тоже находим транспорт. Давайте, значит, было заседание, Пикеневка, мы по этому вопросу выступали. По этому же вопросу я хочу. Я хочу выяснить сейчас, в чем виноват примар, который вышел с инициативой выделить первоначальный взнос строительства этого памятника. В чем виноват примар? Что начались сейчас опять нападки? Что где-то слышали? Что отказали песком? Что отказали этим? Если примар вышел с этой инициативой помочь, значит, это будет не однажды, не единичный взнос. Она же говорит о том, что это первоначальный взнос. Раз. Во-вторых. Почему на заседании бюджетной комиссии, когда мы решали этот вопрос, мы проголосовали все за эту сумму? Почему? И те же люди сейчас обвиняют, которые являются членами бюджетной комиссии, обвиняют примара в том, что выделено 10 тысяч. Эти же люди были бюджетной комиссией. И принимали решение вот такое. Примар вышел с этой инициативой, и мы поддерживаем ее инициативу. В чем дело? Что за нападки опять? А в чем вина советника, который предлагает чуть увеличить? В чем вина этого? Абсолютно ни в чем. Я говорю о членах, дайте мне высказаться, я говорю о членах бюджетной комиссии, которые согласились вот с этой суммой. Но почему тогда бюджетной комиссии не было предложено 15, 20, 30? Или мы работаем на камеру, мы работаем на людей, чтобы люди услышали, что мы даем больше? Я вот это хочу узнать. Я говорю о членах бюджетной комиссии, я не про вас, я не про вас, говорю о членах бюджетной комиссии. Я говорю о членах бюджетной комиссии, я говорю о членах бюджетной комиссии. Я не видел, честно говоря, в прошлом заседании я не видел там. Оставили то, что не нужно. Остальное где? Все, успокоишь, Дима. Остальное где? Дима, присядь, пожалуйста. Все нужно. Или бурдан ладить, или ЧКС бурданить. Дима, чтобы освежить вашу память насчет вчерашнего заседания бюджетной комиссии. Татьяна Георгиевна, надеюсь, помнит, Дмитрий Евгеньевич, надеюсь, помнит. Я сразу задался вопросом, а не мало ли будет действовать? Татьяна Георгиевна, задавала вопрос? Я слышала, да. И все мы слышали, не только я. Было такое, я говорил об этом? Было такое. Вы же сказали, что... Было, да? А я что, сейчас предложил, чтобы было больше? Я предложил, чтобы было больше. Предложил советник, который имеет полное на это право. Любой из советников. Мало ли что, решила комиссия. Советников, может, они предложат меньше. Кто-то выйдет и скажет, что вы делаете? Десять? Много? Давайте дадим пять. Советники имеют право предлагать. Высказывать свое видение. Полное право имели. И я бы промолчал, если бы не было торгов. О каких торгах речь идет? Я вообще не понимаю. Какие торги? На каком аукционе мы сегодня находимся? Дэй, дэн-предлагодарим. Получается. Это не достойно нас. Они пишут вам, что есть вопрос. Поиск вопрос на голосование. Это дальше греется. Можно два слова? Да, Татьяна Юрьевна, давайте. Я хотела еще немножко вот как бы напомнить еще раз, может быть повториться. Наш бюджет действительно из года в год увеличивается. И пятьдесят процентов из этого бюджета это спецтрансферты, предназначенные для детского сада. И в том числе в этом году мы утверждали по памяти сейчас восемь девятьсот семьдесят две тысячи. Восемь миллионов девятьсот семьдесят два. Но наши собственные доходы, если поменялись на пять процентов, увеличиваются из года в год. Но мы их бывает порой и не добираем. В этом году год пандемии. Действительно, БААШС вот теперь на пуском месте. Конечно, я сейчас защищаю. Я предоставляла цифры СОФРа сильные. И вместе мы обсуждали этот вопрос. Мы увидели вот пока десять тысяч лет. И никто не говорит о том, что вот это крайне. Если мы сегодня открыто говорим, что по возможности будем еще помогать, значит, мы вернемся к этому вопросу. Не без яланджима. Если без гиджичка жить на свободные остатки, и вы увидите пятьсот тысяч, вы имели в кармане, и вы умолчали. Вот тогда вы можете нас открыто обвинить в том, что вот те бакон, скрывали вот свои собственные доходы, имели, значит, определенную большую сумму денег. Но сегодня по факту действительно у нас нет возможности. Я же не говорю просто так. Мы же не скрываем. Никогда не было такой цели ни при одном примаре, чтобы скрывать информацию. Сейчас все доступно программировано. Поэтому сегодня никто не говорит о них. Мы против. Да, правильно. Вы, советники, вправе предлагать большую сумму. Но сегодня мы говорим, что пока такой возможности нет. Через два месяца увидим, что поступают доходы. Да, мы можем выделить, вернуться опять к этому вопросу. Выделим еще пять тысяч леев. Но сегодня мы говорим, что 15 лет утверждали. У нас нет возможности. Да, но пять тысяч леев. Ай. Что, Татюгер? Что, Татюгер? Парашок. 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 Немного, хорошо. Хорошо. Дмитрий Евгеньевич, деньги садика не путайте. Это целевые деньги. Если даже там получится очень хорошая экономия, эти деньги нельзя перенаправить в садик, на строительство, на что-то другое. Хорошо. Садик, это парамат. Мужчин Бунда тоже. Садик, дело, общаквара, не стерлю принадлежности и где-то не стелы. Ну это другой вопрос. Это другой вопрос. Хорошо. Вот когда сейчас начнем... Нет, смотри, мы обсуждаемся совсем другой вопрос. Когда будем говорить о садике, тогда можете про садик задавать вопросы. Сейчас это не местность. Хорошо. Соседанная бюджетная комиссия, есть проект решения бюджетной комиссии. Давайте... Я предлагаю уменьшить с десятой группы 7-0 вид деятельности, номер 320, статья 272, 600, на 7000 лет, с 06 группы 2-0 вид деятельности, номер 333, статья 32, 990, на 3000 лет. И направить на соответствующую статью 10 тысяч человек на строительство комиссии воином охране. Это проект решения. И поступило предложение от советника... Значит, проект решения... Татьяна Юрьевна, я насколько понял, совет ветеранов воинов в Афганистане в селе не имеет своего расчетного счета. Закон нам позволяет открыть спонсорский счет, допустим, в премарии спонсорский счет, если есть, допустим, в визне кто-то захочет перечислить деньги на строительство данного объекта, так скажем. Закон нам позволит открыть спонсорский счет для накопления средств в этом спонсорском счете с дальнейшим перенаправлением их на строительство этого комплекса. Т.Горбевич, у нас открыто уже три спонсорских облаху. Но им не мешает на одно физическое лицо бюнагру имбангаке делать. Открывает на физическое лицо... Облах открывается... ...и могут... ... так легче будет снимать... Все, механизм есть, хорошо, понятно все. Они не могут съесть так, но на пожертвования по мемориальному комплексу. У вас есть возможность на физическое лицо, так проще, все, понятно, все. Так, проект решения зачитали, я ставлю на голосование проект решения бюджетной комиссии. Кто за то, чтобы выделить 10 тысяч членов на строительство памятника убойным афганцам, прошу проголосовать. Раз, два, три. Три человека. И было предложение выделить 15 тысяч на строительство. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Десять. Спасибо, переходим к следующему вопросу. По выделению денежных средств информация главного бухгалтера вводит вот этот вывод. Уважаемые советники, предлагаем выделить денежные средства в сумме 17,8 тысяч лев в виде контрибуции для участия в проекте реконструкции акцентрального парка. Общая сумма проекта составляет 55 тысяч лев. На прошлом заседании мы бюджет увеличивали на 47,3 тысяч лев. Это сумма гранта, которая будет поступать с Евросоюза. И по условиям договора мы должны внести свою долю. Это 27% приблизительно в виде контрибуции. Поэтому предлагаем на утверждение 17,8 в виде республики бюджета. И оплату произвести с 6 группа в виде деятельности 0.333, статья 312. Есть какие-то вопросы? Нет вопросов? Проект решения бюджетной комиссии? В соответствии с законодательными актами, бюджетная комиссия предлагает выделить денежные средства в сумме 17,8 тысяч лев в контрибуции для участия в проекте реконструкции акцентрального парка. Оплату произвести с 0.6 группы в виде 0.333, статья 312. Других предложений нет? Кто за данный проект решения, прошу проголосовать. Переходим к третьему вопросу. О готовности детского сада к работе. Информация прямая о жертвовании поселения. На основании совершения номер 6 Национальной комиссии по общественному здоровью от 10 марта и приказа Министерства образования. У 10 марта в учебных заведениях образовательный процесс был приостановлен, как знаете. Теперь наступил момент, когда необходимо в учебных заведениях возобновить образовательный процесс. На основании письма ГУО от 23 июня, на основании постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, номер 26 от 21 августа, согласно пункта 1 возобновить учебный процесс во всех образовательных учреждениях, начиная с 1 сентября 2020 года, при наличии соответствия условиям для осуществления деятельности учреждения, положением инструкции о мерах защиты, применяемых при организации деятельности государственных и частных образовательных учреждений в эпидемиологическом контексте COVID-19. Деятельность учебного заведения будет возобновлена на основании решения учредителя. В ходе, исходя из эпидемиологической ситуации в нашем селе, можно сказать, что на протяжении около двух месяцев у нас нет зарегистрированных больных COVID-19, и поэтому эта ситуация нам позволяет принимать решение об открытии детского сада. Но для того, чтобы открыть детский сад, необходимо соблюдать определенные условия. Что нужно было сделать? Согласно требованиям и инструкции по открытию детского сада, были закуплены моющие средства, дезинфицирующие средства, медикаменты для проведения термометрии персонала и детей, закуплены бесконтактные термометры, для обработки помещений закуплены бактерицидные лампы. Все это приобретено на сумму 17 тысяч 17 леев. Разработан четкий график приема детей в детский сад и ухода детей из детского сада. Одним из важных условий для открытия детского сада является то условие, что необходимо разрешение Центра общественного здоровья и службы АНСА. Был оформлен отчет по самооцениванию, который уже подписан в этих структурах. То есть есть заключение о том, что детский сад можно открывать, если будет принято такое решение местным советом. Ну, более подробно, наверное, с этой информацией, если позволите, предоставить слово Тори Ильични, чтобы она более подробно ознакомила советников. Слухарсина, один из минут, если можно зачитать еще раз, речь идет о учредителе. Что там? Деятельность учебного заведения будет возобновлена на основании решения учредителя. А кто является учредителем детского сада? Примарий и местный сад. Местный совет как раз и не является. Местный совет является учредителем муниципального предприятия. Детские сады находятся на балансе примарий. Местный совет на балансе и под управлением примарий. Местный совет не является учредителем учебного заведения. Слушайте, я говорю то, что знаю. Местный совет не является учредителем образовательных учреждений. Они могут требовать построить корабль и полететь на Луну. Все уходят. Я прошу вас не переводить, пожалуйста. Я знаю, что вы получили письмо. Я против этого письма ничего не имею. Я говорю о том, что все те инстанции, которые должны нести за эту прямую ответственность, возлагают, перенаправляют всю ответственность на местные советы. Есть решение аванса, есть решение санепидстанции, есть решение. Хорошо, если мы сейчас решим, они там говорят, что надо открыть по 10 детей, по 12 детей, только старшие, только подготовительные группы. Если совет сегодня решит, открыть детские сады с посещением, 100% посещением детей. Будет так? Учредители, мы принимаем решение открыть со 100% посещением детей. Вот совет сейчас примет большинство голосов решение открыть со 100% посещением, потому что неправильно. Половина детей идут, половина родителей гузят, почему тот идет, а мой не идет. Мы примем, предположим, примем со 100% посещением. Наше решение будет иметь силу? Учредители. Будет иметь наше решение силу? Мы сможем, наше решение может перебесить то решение, которое приняло правительство и соответствующие органы. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в каких документах изложено о том, что требуется решение совета об открытии детского сада? Есть подтверждающий документ о том, что требуется решение совета об открытии детского сада? Нет, да это по месту, по месту, по месту. 26 августа под номером 21, под номером 26, Кутевский рат отправил письмо на основании Центра общественного здоровья Кишинева, а они им отсылают, а они нам отсылают, где требуется решение заседания совета на открытии детского сада. Естественно, согласны, Леонид Николаевич, мы все этим недовольны, как возмущены. Когда закрывали детские сады, ни у кого не спрашивали. Ни у кого. Вот этот вопрос у нас тоже возникал. Почему отправились... Почему? Мы тоже этим не согласны. Понимаете, но... Сейчас, секундочку, дай мне облизить. Леонид Николаевич, ты не довольствующий, а потом уже вы. Вы сами знаете, что председателем КЧС являются все нормативные акты, которые отправляют в КЧС, если у нас комиссия по КЧС у всех. Но вот именно они... У нас тоже возник этот вопрос. Почему они именно просят решение совета? Я думала, что мы неправильно поняли. Это у меня большой вопрос был. Я везде знаю, может, вы тоже сайт, все сотрудники, но смотрю, все местные советы принимают решения. Я думала, может, вы, вот как Петр Горький сказал, что учредителем является примария. Да, учредителем является примария, но все вопросы, касающие финансовые части и всего, проходят год. Так, это тоже. И на основании, прежде чем выносить на совет, мы получили бумаги от АНСА, от Центра здоровья, от Санкт-Петербурганской станции. Получили, они все проверили, анализы все взяли, и у нас все соответствует для открытия. Что они требовали, что надо приобрести, мы это все приобрели для детского. Все есть, и поэтому они сейчас только требуют. Дальше, дальше отвечает руководитель, родители и медсестра за работу детского сада. Родители? Родители отвечают? Да, родители должны, да, родители должны, не работают, не посещение. Они все подписывают декларацию. Да, они все подписывают декларацию. Все, вы думаете, что мы хотим это, чтобы совет взяли? Просто у нас так получается, когда закрыли, когда вели все изучали, никого не спросили. А потом в итоге опять остается примария. Вот вы представители аванса, я так понимаю, в детском саду. Кто из советников там присутствовал, видел там, как мы можем проголосовать, если мы не знаем, что они говорили, что они предполагали. Мы же там не были, как мы можем взять и проголосовать за это? У нас есть сама оценка, которая подписана, ансы, ИСС. А не компетентные органы, которые отвечают за это? Можно я это скажу, да? Как мы можем, вот в совете, мы не были никто там, хотя бы там двух-трех советников мы бы взяли бы, показали бы. Ну вот, Татьяна Крифоновна была, она как долгу службы, работала. Мы никто не знаем, что там было. Это первое. Второе. Как мы можем сейчас, этот ребенок пойдет, второй не пойдет. Как мы это будем выбирать, как это мы будем делать? Дайте мне им слово, пожалуйста, я все информацию, мы за это можем голосовать. Мы делим всего на две части. Вы, Таря, дайте еще полную информацию. И я предлагаю, потому что вот примары... Дайте сначала слуху. Дай, скажу, и все, потом ты скажешь. Я предлагаю, что делегировать примары, как принять этого решения. Потому что примар, начальник КЧС села, она изнутри знает всю эту проблему. И для открытия садика, как она знает эту ситуацию, мы никто не знаем. Потому что мы реально не знаем, что там, как там, но мы там не были. И всю информацию не обладаем. И я даже на примере этого Чадрунги, я видел, что местный совет делегировал примара для принятия этого решения. Потому что примар, как примар знает изнутри эту проблему, никто из нас так не знает. Мы ладно проголосуем, все эти ты еще и ютубистских забрать. Но мы же это не сможем сделать, мы же не знаем информацию. Все, спасибо. В любом случае, Леонид Тиманович, если есть документы за подписью директора Центра общественного здоровья, необязательное присутствие советников при людях, если есть, значит эти люди берут на себя ответственность. Они действуют в соответствии со своими стандартами и нормами. Не это самое главное. Раз они документы подписали, значит наш садик соответствует всем требованиям, которые есть сегодня в Молдавском заводе. Поэтому не это самое важное. Самое важное то, что местный совет не имеет полномочия открывать и закрывать детские сады. Не входит это в компетенцию местного совета. Я говорил, может Евгения Антоновна тоже не помню, но я говорил еще вчера на заселяной бюджетной комиссии. Нету компетенции местного совета. Вот берите, читайте его днем, ночью еще раз, три раза, десять раз. Нету в компетенции местного совета такой неимый прав. Я, как советник, как работник этого детского сада, подтверждаю, что да, действительно, детский сад готов к открытию. Но есть постановление правительства, касающееся этого. Каждая группа, что вначале откроется старшая группа, а потом уже... Это, я считаю, что это правильно, потом малыши. Потому что сейчас осень, они, во-первых, те дети, которые приходят из ТВ, они почти 100% заболевают. Тем более, у нас... Да. Я считаю, что я свидетель того, что у нас детский сад готов к... Об этом спору нет. Мы даже не сомневаемся, что советник готов. Дмитрий Евгеньевич, пожалуйста. Я согласен с тем, что это не в нашей компетенции, да, это не компетенция совета заниматься этим. Но, слушайте, мы недавно принимали решение о... Консультационное решение о том, чтобы гимнадий не закрыли, да, это тоже не в нашей компетенции. Но раз уж от нас ждут родители, от нас ждут люди этого решения, потому что мы можем, да, сейчас отпихнуться от этого, сказать, что это не в нашей компетенции, давайте мы за это не будем голосовать. Но сегодня, как родители, мы все ждем, чтобы наши детей все-таки взяли в садик. Поэтому давайте рассмотрим, выслушаем уже заведующую, пусть она расскажет, как это может быть. И уже... Если даже это не в нашей компетенции, но консультационное решение, мы можем это сделать и... Рекомендательного характера. Пожалуйста, говорите. Три минуты. Не получится. Здравствуйте. Еще раз, уважаемые советники, все присутствующие. Только слушаем, не перебиваем. Женщина импульсивная, она будет сейчас говорить очень... Если перебьете, точно, наверное, эмоции вызовите. Поэтому давайте спокойно... Разборчай, извините. И я спокойно выступлю. Да, мы тоже возмущали, что... Почему перешло вот эту ответственность на совет? Да, учредителям мы должны, примар и директор детского сада решать, согласно эпидемиологической ситуации в селе, открывать этот детский сад или не открывать. Но, коль правительство решило, что только через совет этот вопрос должен пройти, мы должны подчиниться и выполнить то указание. Раз через совет, значит через совет мы будем обсуждать через совет. Согласно постановлению 21 и постановлению 26 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, мы заполнили самооценку, которая состоит из 50 пунктов. И все 50 пунктов этой самооценки мы выполнили. И хочу сказать примарии огромное спасибо, что они нам пошли навстречу, и все, что мы просили по этой самооценке, все выполнили, все приобрели для детского сада. И мы можем спокойно начинать функционировать. Одно из главных пунктов, требований этой самооценки и этого постановления – это постепенный прием детей с 4 до 6-7 лет. Это мы и осуществляем. Согласно этого, я разработала постепенный прием детей и распределила по, в постановлении тоже говорится, 4 квадратных метра на одного ребенка. Исходя из площади и возможности заполняемости этих групп, я составила группы, закрепила за каждой группой воспитателей, вспомогательный персонал, за каждым воспитателем, два воспитателя должно быть в группе, и за каждым воспитателем закрепила определенное количество детей. И эти воспитатели будут следить и за социальной дистанцией, и за проведением занятий, и за проведением режимных моментов со своих подгруппы. У нас по площадям наших групп, по возможностям наших, мы можем в одной группе расположить 7,5 ребенка. Мы распределили так, чтобы было охватить подготовительные обязательно, старшую группу обязательно, потому что мы должны их готовить к школе, и что осталось на среднюю группу. Это не значит, мы не звонили потом родители, кто-то там донес и рассказал, это не значит, что это будет так постоянно. Вот до конца сентября месяца вот такое положение будет. То есть мы, старшая группа достаточно полностью охвачена, средняя охвачена, из 43 – 22 ребенка, из 45 – 22 ребенка, 23 ребенка средней группы не охвачены. И тут мы подошли очень избрано, очень принципиально, изучили возможности, и кто работает из лет, именно мама, работает. Мы изучили полностью положение в данных группах и пришли к выводу, что охватим всех тех, которые работают. и если есть у нас еще некоторые места, мы добираем детей из семей, где 3 ребенка в семье. Мы составили эти группы, они у меня с собой, если хотите, можете. по каждой семье, которые не были охвачены из средних групп. Опять же, тоже есть все оговорки, почему нельзя лицо, мы здесь с собой. Если кто-то будет интересаться, я могу сказать, почему этот ребенок не охвачен. Дальше, да, пройдет все нормально до конца сентября. В ребеночке ситуация все ли будет нормально. В садике ни один ребенок не заболеет. Мы подтягиваем эти группы, свои группы. То есть из двух подгрупп мы делаем свою, одну группу, ту, которая была сформирована на начало учебного года. У нас есть сформированные группы на начало учебного года, как должно быть по полной заполняемости детского сада. И начинаем добирать сначала среднюю группу. Те, которые остались, не охвачены. Мы набираем средние группы и начинаем со второй младшей, которая с первой младшей перешла во вторую младшую группу. Делим его на две подгруппы и добираем туда постепенно детей, самых старших. И только в последнюю очередь мы будем набирать первую младшую группу. У нас на сегодняшний день, у нас было 172 ребенка, 39 ушли, остались 133. Из этих 133 детей мы охватываем 84 ребенка, что составляет у нас 63,2%. А из общего числа, которое мы предполагаем на новый учебный год, мы охватываем 50% детей. Это только на сентябрь, до конца сентября. В начале октября мы видим, что все нормально, мы начинаем добирать остальных детей. Никто не останется не у дев, как говорится, не охваченным. Все охватятся постепенно. Дальше. Что еще хотел сказать, если у вас есть вопросы по охвату. Что касается Дмитрия Евгеньевича, его реплики во время этого. Митрий Евгеньевич, сначала, если ваши дети ходят в детский сад, узнайте эту ситуацию. Мы ничего не приобретаем за счет родителей по обслуживанию детского сада. Если учебный материал, а это законно, они приобретают сами. Учебный материал для каждого ребенка. Учебный материал. То есть его рабочие тетради ихние, их буквари. Вот это, вот они закупают заслуживание. А по обслуживанию мы ни одного материала на них не требуем. Мы закупаем все моющие средства, дезинфицирующие средства. Мы все закупаем за счет нашего бюджета. Просто ни один родитель об этом говорит. В списках влажной салфетки. Влажной салфетки это его личные. Жидкое мыло. Где жидкое мыло? Мы жидкое мыло закупили на весь детский сад. Нет, жидкое мыло нет. Я поспрашиваю у воспитателя ответ за это. У нас жидкое мыло закупается на весь детский сад. Порошки на весь детский сад. Дезинфицирующие средства на весь детский сад. Да, и если у родителя учебный материал для моего ребенка, что ему требуется для занятий, тогда есть. А так ничего. Я вам сказал. Дворенчина. Дворенчина. Вот я вам зачитаю список, который требует у родителей для начала учебного года. Сначала назовите группу. Что купить? Назовите группу. Сейчас. 10 штук. Салфетки бумажные 2 штуки. Туалетная бумага 2 штуки. Мокрые салфетки 1 штука. За рабочие тетради принесите 170 лей. Мы каждый день в садике. Принесите, пожалуйста, деньги. Надо отдать деньги в магазин. Из этого списка я поняла, что там лишняя туалетная бумага. Она у нас есть. Мокрые салфетки. Визит миш салфетка. Ерли, онай. Он юмлет ниджалом. Визит миш пакет. Согласитесь. Это индивидуальные салфетки ребенка. Которые в туалете пользуются этим. Извините за откровенность. Понимаете как? Поэтому остальное я там не видела ничего. Картон. Вы знаете, сколько бумаги. Сколько у нас бумаги идет каждый день. У нас есть сервисы, учебный материал. А что там было? Мы выделяем бюджет детского сада, это половина бюджета села. И что? И сколько в этом учреждении? И сколько в этом учреждении? У меня возраст. Пожалуйста. Мы видим пол бюджета села, это детский сад. Мы еще умудряемся у родителей за это деньги. Вот этот бюджет ошибочно написал два румлона бумаги. И что тут такого? Пусть не принесут эти два румлона бумаги. Они у нас есть? А сейчас не какой-то вот такой румлет. Для всех это нашем об Леген. Также здесь мы взяли разные бюджеты. Они берут gere Redと 400 новых мега астиграций, чтобы защищать Goinghur очень много. Р helemaal не сом 있точниками technology. Я лично сама закупила 4 упаковки, вот такие принесла. Лично сама закупила. Так что, если это посчитатель написал, я попрошу ее снять. Еще не работает. Дерми ту садик. Дерми ту садик. Ну, этот посчитатель написал два романа. Такие твери насилисты только в маоре. Вашкарейщем дне. А ритмой прочитала. Вашкарейщем дне надо заниматься. Хорошо, спасибо за это. У нас порядок есть. Все, спасибо за информацию. Присядьте, пожалуйста, Игорь Ильич. А можно я спрошу? Пожалуйста. Игорь Ильич, вы сказали, что пока делите группы на фаз-группы. К примеру, например, подготовительная группа. Кто там будет воспитателем? В одной и в другой, если можно. Конечно, могу сказать. У меня все есть. Другим вопросом. Ставшим, подготовительным. Не забывайте. Пожалуйста, я могу ответить. К чему? Родион Наталья Георгиевна. И вторая воспитатель, которая будет помогать ей. Колесникова Анастасия Васильевна. Анастасия Васильевна. Анастасия Васильевна. Она же не воспитательна. Не имеет значения, будет читать занятия воспитатель, который имеет образование. Это мы, послушайте меня, это будет исходить, мы исходим из возможностей, не добирая еще штатов. Потому что если я буду добирать сейчас воспитателя, как требует здесь, мы пойдем на дополнительные расходы. Понимаете как? Я спрашиваю, она будет получать как воспитатель? Нет, она будет получать свою зарплату. Не они? Да, она, каждая будет исходить из своих тарификаций. Как проталифицировать у нас в садике? Мы исходим из возможностей. Мы даже специалистов подключаем вторым воспитателем. Посмотрите сколько под руками есть. Когда начнем функционировать полную силу, мы доберем у нас есть, который... Я сейчас на каких основаниях буду брать людей? Время в год? 50 детей, где нужно увидеть? Я чту разрешение. Я все это расположу на сайте ДОУСЛУКИ, все увидите. И график открытия, график привода, график ухода детей домой. Все это будет на сайте. Я просто жду разрешения вашего. Все это сегодня займемся, если вы нам дадите это разрешение. Уважаемые советники, прослушав информацию исполняющей обязанности директора детского сада ДОУСЛУКИ, я понимаю, насколько проделана большая работа. Сейчас очень сложное время. И насколько это сложно, прежде всего, руководителю, мы все тоже с вами понимаем. Сегодня нам предоставлено право решить очень важный вопрос. Потому что вопрос связан со здоровьем детей. То есть мы с вами все сегодня берем ответственность на себя. Как будут дальше развиваться события и как это будет отражаться на здоровье наших детей. Можно много кричать, что дети должны все одновременно ходить встать. Можно, да, мы все понимаем, все хотят своих детей встать отправить. Понятно, давно дети встать не ходят. Но я думаю, что поэтапное внедрение, открытие групп, это самое главное и самое оптимальное решение на сегодняшний день. Мы с вами обеспечиваем, прежде всего, сохранное здоровье. Во-первых, сентябрь такой месяц действительно, когда риск с заболеванием очень большой. Пусть действительно старшие группы должны открыть и попозже открыть младшие группы. За сентябрь мы все с вами увидим, как картина развивается. Поэтому мое предложение будет, конечно, поэтапно открывать эти группы. Вот сейчас эмоции отбросить и подумать о здоровье детей, прежде всего. Есть требования, есть постановления, есть приложения, все нормы указаны. И руководитель этого учреждения просто обязан выполнить все эти требования. А мы с вами должны поддержать и подумать о здоровье детей. И чуть-чуть в форме реплики. Но, товарищи, если мы предоставляем на обозрение информацию, список предметов, почему вы не называете открытой? Какая группа, какой воспитатель? Если вы решили, вот такую информацию выдать на заседание совета. Я не знаю, можете не знать. Я действительно не знаю. Хорошо, все, Амелина, у вас... Поэтому, пожалуйста, если вы хотите правды, будьте сами честны и назвайте имена... Вы честны знаете? Да. Будьте честны. Я хочу услышать ответ, что имеет Деонид Николаевич против... Вот так, можете личные свои отношения тут выясняться. Я требую, я требую, в каком месте я проведу нечестность. Вы меня оскорбили, я прошу, что вы... Я вам сказал, что я вам воздумаю, а воздумаю. Что вы, это ваше личное мнение? Вот, я ее высказал. Да вы аргументируйте, вы это говорите на камеру, я должна услышать. Аргументируйте, я требую, я требую, встаньте и скажите, где я проявила нечестность. Вот и все. Я перед вами не хочу суставать. Почему? Почему? А почему вы должны меня в чем-то обливать? Я сказал, что вы еще раз... Да, Петр Георгиевич, это было сказано, пожалуйста. Добивайтесь, справдайте суд. А, добивайтесь правды, да? Ну а что мне сейчас, стать третейским... Почему вы должны вас в суд подавать? Я, например, до сегодняшнего дня считаю себя честным человеком. Это вы считаете? Жизнь я никому не обманула, чтобы вы понимали. Вы считаете? Хорошая хорошая помощь. Каждый судьбе спасибо. Я вам об этом на один раз скажу. Не надо мне наедине. Скажите на камеру разгрузку. Решили вот так высказаться. Говорите. Все. Вот скажите. С вами нечего сказать. Нечего? Да. Нечего. Емелья Георгиевич, все. Значит... Ты посмотри на него. Эти списки, про эти списки руководство детского сада очень хорошо знает. И про группы знает. Все это все очень хорошо знает. Называйте. Я еще раз вам повторю. Все это прекрасно руководство детского сада знает. И не только про это. Все. 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 Коль вы председатель совета и вы зачитываете этот список, назовите, пожалуйста, этих людей. Если люди должны были быть здесь. И мы бы сделали крупные замечания заведующих детского сада. Не надо в следующий раз. Хватит вот такими сплетнями заниматься. Хватит. Хватит. А подожди, кто это? Все. Называйте, кто эти люди. Сегодня я могу сочинить все, что угодно. Смотрите. В следующий раз я приведу родителей сюда. Я не скажу, что это хорошо в ваших родителей. Но не надо было сегодня об этом говорить. Когда нет родителей. Я хочу узнать. Я должна проработать с этим человеком. Чтобы она больше вот такие требования не выставляла. Согласно учебного материала. Больше ничего. Мы вас просто спросили. Мы вас просто спросили. Я, например, не знаю. Вы говорите, что... Федор Георгиевич говорит, что я хорошо, очень прекрасно знаю. Знаю. Голословно говорите. Знаю. Голословно. Вы тоже потребуете сейчас сообщение. Но сейчас. Я почему? Я не для того, чтобы... У меня с Сесюрема карать из почета. Нет. Я должна проработать. Исключи, пожалуйста, вот это из списка. И все. Я своих представителей никому в обиду не дам. Есть им бинтище. Дай Сесюрем. Я им буду защит... Мы вас предупредили, попросили, чтобы этого не было. Вот я об этом же говорю. Мы вас попросили. А мы ездили. Выставали. Выставали. Только группа. Я все равно не мог. А надеюсь, мы будем проработать, а мне показать. Не дегенерировать этого человека. Вы видите, подряд ли не ошибетесь. Все хорошо. Леонид, все у вас. В любом случае это будет. Леонид, все. Все. Есть руководитель, есть родитель. Если у родителей какие-то вопросы, они могут непосредственно обрабатывать руководительство. Конечно. Почему? Вы сами поставили. Леонид, если не с ними. Вы хотите. Поэтому, они не попросили. Они не с ними. Очень люди по всему силу обращаются к Леониду Николаевичу. Все относятся к ним. Все обращаются к ним. Все. Леонид, все. 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 Пожалуйста. Закрой. Закрыли эту тему. Хорошо. Вы соберите всех, соберите всех, не надо искать одного, чтобы потом его тюк-тюк-тюк, соберите всех, соберите всех и попросите, чтобы любого, всех не надо искать одного. Да, вот эти туалетные муки, в шоке, как бы ты к нам не сего достал. Туалетный клаван не требовали? Четыре года туалетный клаван не требовали? Мы покупали, у нас все продоступно. Ну, сейчас тоже покупается, и говорите про жидкое мыло, я даже до Реични делала замечание, до Реични, вы что, жидкое мыло пьете там в садике? Я делаю все анализ, использование жидкого мыла, я целый анализ. Вы говорите о том, что жидкое мыло, пьете там в садике? Уважаемые коллеги, послушайте, мы отходили с адрески, бесполезно, неприятное время, но не нужно исполнивать. Давайте вернемся к рассуждению предмета, запускать садик или нет, и лакут гренок. Я тоже хочу, чтобы время его было пропустоять. Я хочу сказать, что кроме ограничительных мер, еще как бы рекомендация такая, чтобы, может, еще увеличить дозу витаминов для детей, еще делать упражнения, более такие дыхательные упражнения на улице, хорошую погоду и зарядочку делать. По занятиям, по сокращению длительности занятий, все это мы обговорили, да, я принимаю. И вот это очень кстати по пробе витаминизации, да, конечно, мы фруктов, овощей, все это сейчас закажем, все это отдадим. Но есть еще такой пункт по витаминизации, витаминам С, блюд, первых блюд и компотов жутких. Вот это нам как бы не разрешалось. Раньше это было, витаминизация блюд первых и третьих блюд. Мы этим занимались, сейчас это не разрешается. Но в виде свежих фруктов, овощей, тем более еще сезон такой, мы будем использовать. В течение всего года мы это и приобретаем. В течение всего года мы это и приобретаем. Вообще питание у нас суперское. Я думаю, что этот вопрос отказался на комиссии. Давайте запущем проект решения комиссии. Потом, если есть какие-то конкретные предложения, дополнения, дополним и отработаем уже полный проект решения. Пожалуйста, кто зачитывает проект решения? Я зачитываю. Заслушав информацию примара ЖЭК В. Васильевна о готовности УРО к работе, комиссия, я уже не читаю эти законы, все части, пункты, комиссия рекомендует местному совету. Возобновить деятельность УРО-досклуг 10 сентября 2020 года. Поручить его руководителя УРО-досклуг решения, т.д. Обеспечить заполнение отчета самооценки по подготовке к открытию учреждения. Организовать деятельность УРО-досклуг согласно требованиям инструкции о мерах защиты, применяемых при организации деятельности образовательных учреждений в эпидемиологическом контексте COVID-19. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на примара ЖЭК В. Васильевна и на его директора УРО решения, который перенеченит. Отвольное исполнение настоящего решения возложить на специализированную консультативную комиссию по образованию социальной защиты. Какие предложения и дополнения к данному проекту решения? У меня было предложение, что поэтапно открытие, да. Мы даже не будем указывать, потому что оно уже есть, оно указано в решении обогрева. Центр общественного здоровья и садикой дистанции, там все указано, и в постановлении правительства тоже есть. Мы в любом случае... Вы тоже ушли хитро, вот я хочу сказать. Нет, нет, смотрите. Тоже хитро ушли, дайте докончу. Слушайте, дайте я договорю, вы не имеете приучи, вы жили в детском саду находитесь. Я понимаю, что там царь и бог, но здесь подождите. Конечно. Дороге не считаю себя царем, Петербург Ильич. Знаю. Если даже мы примем решение, я говорю, что открыть для всех, оно не будет иметь силы в закон, в наше решение. То есть в любом случае мы... Согласны? Согласны, да. Постановление. Тут такие указаны, насколько я понимаю. Поэтому мы не можем взять на себя ответственность, если даже возьмем наше решение, не может быть превыше постановления правительства. Поэтому... Петр Георгиевич, я все же хочу, чтобы услышали все жители, что согласно поэтапному открытию детского сада, не полностью, полную мощь, а поэтапно, чтобы все люди знали, понимали, что решили. Для чего вот этот вот совет созвался. Именно по этому вопросу. Как принимать этих детей? То, что у меня самооценка есть, и что все принадлежности, все, что нужно, есть, это одно. Но как открывать, как принимать детей? В решении должно быть озвучено. Если вы внимательно слушали. Организовать деятельность урода услуг согласно требованиям инструкции о мерах защиты. Они у вас есть. Ну, сколько можно? Поэтапные подключения. Согласно. Мы конкретно все указали здесь. Согласно требованиям инструкции о мерах защиты, применяемых при организации деятельности образовательных решений в эпидемиологическом контексте COVID-19. Все. Тут более чем емко и понятно все объяснено. Да, но родители это не понимают, Петр Георгиевич. Будете работать с родителями, объясняем. Вот смотрите. Вот и инструкция. Да, закончу, Юлианин Петрович. Это важный вопрос. На начальном этапе, это согласно постановлению. Я хочу это озвучить, чтобы люди все слышали. Чтобы не одна дура лично была виновата в этом. Понимаете? А что вы тоже виноваты? Конечно, коллегиально вместе, на начальном этапе, после открытия учреждений раннего образования, группу будут дополняться детьми 4-6-7 лет, по мере улучшения экономической ситуации в сообществе, могут быть допущены и дети остальные. Дура Ильична, одна рекомендация. Поместите вот это положение на сайте доступ. И в группе, которая имеется в садике, имеют родители свои группы. Ну, там будет группа, может быть там, и мы садимся. Больные садики, и каждый родитель. Хорошо. Еще один вопрос. Я думаю, что будут и такие родители, которые сами откажутся в своей жизни. Есть такие. У нас есть учеты. И как они потом, если, например, месяц не будут ходить, потом вас обновить. Да, да, есть это. И у нас есть учет. Это права родителей. И родитель боится сейчас вот в этой ситуации привозить ребенок писать. Есть, мы пишем, у нас есть. Я лично, я провела родительские собрания. Два этапа. Сначала с одной подгруппы, потом с другой, чтобы не собрать вместе всех. Соблюсти социальную дистанцию. И каждого персонального родителя спрашиваю, будете родители или нет. Писала, да, нет, да, нет. Все. Ну, это права родителей. Да, вы обязали, Дура Ильич. А? Есть, есть. Я даже просила, пожалуйста, нам не хватает охватить вот эти 23 ребенка со средней группы, которые мы должны охватить. Нам не хватает места. Если вы имеете возможность, вы сидите дома, имеете возможность не приводить своего ребенка в детский сад, пожалуйста, воздержитесь до конца сентября, вот, воздержитесь вот это время, мы потом возьмем всех. И есть и такие родители, которые сознательно пошли на то, чтобы охватить тех, которые работают, чтобы у нас хватило места. Разорвались с 10, это 4, это удобно или с понедельника? Нет, мы прямо с 10 и начали. Мы сегодня сразу заказываем продукты и сразу завтра отправляем их за справками. Просто четверг, как в середину, в колец недели. Ничего страшного. У нас как бы и отчеты... Есть еще какие-то дополнения, предложения по данному вопросу? Нет, скажу. Кто за данный проект решения, прошу проголосовать. Переходим к следующему вопросу о предложениях только недотором участкового избирательного бюро информации секретаря Совета Городного Министерства. Значит, цирка Городия отправила нам в сно к примарному местному совету постановлению парламента Республики Молдова номер 65 от 21 мая 2022 года о назначении даты выборов президента Республики Молдова на 1 ноября 2020 года назначены выборы президента Республики Молдова. Для подготовки и проведения выборов президента в соответствии с части 10 ст. 50, части 5 ст. 31 ст. 108 кодекса выборов и календарного плана мероприятий и подготовки по проведению местным советам необходимо представить 3 кандидатуры состава участкового избирательного бюро и плюс 2-3 резерв кандидатуры. И поэтому, значит, решением обращаем ваше внимание, что членами участкового избирательного бюро не могут быть советники местных советов и состоять в какой-либо партии. Мы вчера в комиссии обсудили, значит, предлагаем опять выйдем с ходатайством, а в решении совета укажем, что в нашем населенном пункте обязательно нужно будет опять открыть 2 избирательных участка с количеством членов комиссии по 9 человек. То есть мы утверждаем 3 от совета, потом партии выдвигают свои, и нам полный состав избирательного участка дает ЦИК ГАГАУЗИ. Нет, Центральная избирательная комиссия. Нет, мы отправляем окружной совет ГАГАУЗИ. Мы открытаем, а они потом отправляются уже в ЦИК ГАГАУЗИ. То есть в ГАГАУЗИ открыта ЦИК. Заседала профильная комиссия, мы рассматривали кандидатуры, предложенные примареей данной комиссии. Зачитаете? Да. Заслуживая информация специалия совета Дорогой Равной и Миничной, комиссия предлагает местному совету просить окружную избирательную совет сформировать два участковых бюро в селе Чешникове в количестве девяти. Вложить окружному избирательному совету для утверждения следующей кандидатуры в состав участковых избирательных бюро в количестве трех человек и резервный список в количестве шести человек. В списке у вас? Тут списка нет. Значит, по лицею избирательный участок Станева Евгения Федоровна, Ворникова Татьяна Георгиевна, Фергильджи Георгий Дмитриевич, резерв Сербинова Татьяна Ивановна, Ненова Татьяна Степановна, Ришеля Надежда Георгиевна. В Доме культуры Даратур Ивановна Ильинична, Шерба Анна Ивановна, Родион Софья Петровна, резерв Кемицы Сведора Ивановна, Киоса Вера Афанасьевна, Берби Степанита Дмитриевна. Светлана. Есть какие-то предложения, изменения по спискам? По лицею свое предложение, если можно, можно запчитать? По лицею кандидатуры? Да. Я по лицею предлагаю Даду Равну и Личну, Берби, Статьяну. Да, Даду Равну и Личну. Да, Даду Равну и Личну, Берби, Татьяну Евгеньевну, Родион Софья Петровна, резерв, мы, я предлагаю, взять Дулогу Татьяну Ивановну, Калисикову Анастасию, Кемицы Седора Ивановну. И мы должны обязательно, по-моему, и операторов, которые будут заносить... А, операторы. У нас еще ничего не запрашивали. Мы не можем... Мы можем утвердить, если запустят, они у нас будут готовы. Нет. Операторы не просят телесовета, Леонид Николаевич. На телесовет только утверждаем членов избирательного участка. Там потом по афишам, по... Кто хочет арендовать помещение, это все у нас идет распоряжение прима. Это ДК. Да. Вы что предлагаете? Анна Ильича всегда работала в ДК. Да. Я предлагаю спасибо. Это ДК. Это лицей. Я просто по лицей. Я хочу список прочитать на лицей. Подождите. Список прочитали? Леонид Николаевич. Напишите. Анна Ильича. Я отказываюсь сразу. Не будет мне советник указывать, где я буду. Я отказываюсь сразу. Я сразу беру самоотвод. Подождите. Нет, я беру самоотвод. Это что такое? Не хотят меня включить сюда? Не надо. А не надо мне включать в лицей, Петр Георгиевич. Я знаю, что ваши списки уже готовы. Я это знаю. Давайте пережили вы тоже. Ну давайте. Сейчас все будут предлагать. Все будут предлагать своих кандидатур. Нет, почему Леонид Николаевич готовить. Нет, но я не хочу в лицей. Спасибо. Нет, нет. Давайте предложение. Дорадура Анна Ильична. Дальше. Дорадура Анна Ильична Бербер, Татьяна Евгеньевна Родион Суфья Петровна. Бербер, Татьяна Евгеньевна Родион Суфья Петровна. Это надо спросить у Леонидов. Или это можно, вот этот список можно включить в этот? Софья Петровна. Дальше резерв. Дома культура можно? Да, можно это Дома культура можно включить. Это резерв. Резерв Док Татьяны Ивановны, Калисникова Анастасия Васильевна Никимик Сидора Ивановна. Татьяна Ивановна. Раз она хочет, это можно на список Кульчин. Раз так она, это... Калисникова. А я вопрос задаю. Да. Сколько человек может предложить советник? Беру. Целый список. Кто еще? Хергей Леджи? Давайте сделаем первый. Все подготовим владельцу. Да, давайте все подготовим базовую списку. И посмотрим, что будет. Сейчас, давайте мы это уже запишем, если надо. Да, все, давайте. Кемиксис. Бать, ума, не кем-то, ага, да. Кемиксис, Дор Ивановна. Ипси, да, лептики. Это Падыка. Что это меняет вообще? Да, это будет раз, он лично ставит Падыка, хорошо, вот тогда с пассивом повторяем. Какие еще предложения? Я полиции хочу. Избирательный участок, полиции. Полиции хочу, да. Станину Евгению Федоровну. Станину Евгению Федоровну. Станину Евгению Федоровну. Кёси Вера Федоровну. Вербер Светлана Дмитриевна. В резерв. Сергей Леонна Ивановна. Чебан Мария Евгеньевна. Сергей Реджи Валентину Петровну. Чебан. Мария Евгеньевна. Мария Евгеньевна. Ну, операторы, если нужно, тоже я и оператор. Ну, Андрей, что по закону мы оператором не... Нет, нет, а потом уже нам дают... Мы вложили, что мы стали заниматься в политике Зиме до Николаевны. Я бы там в году начала работать. Разве это... Так, хорошо. Вам да, этот список и вы читаете, да? Мне бы истанин вопрос, сколько из них не работали, не разно? Сколько из них людей? Ну, надо учить их тоже. Смотрите, кто тут видит. Они, когда выслали нам то письмо, естественно, выслали вот такое нефтя, как должно быть. Обязательно... Вот это тоже нефтяк, да? Потому что попадает иногда... Ну, давайте покажем... Есть предложение сделать перерыв. Анна, единственная дискриминация, там женщина только, а мужчина вообще нет. А как могу делать? Ну, надо... Хорошо, давайте... Основной список... Да, ну, она лично... Бега, Татьяна, Егена, Рога, Сон, Петрова... Нет, 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 тут говорим об опыте. Коллеги, 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 есть основное требование, чтобы был опыт, опыт работы, опыт участия, опыт работы, опыт участия в предыдущих выборах. По каждой... По каждой кандидатуре, значит, предложенной, чтобы мы посмотрели, есть опыт, в предыдущие годы работали. Дорога Анна лично участвовала всегда. Бербер, Татьяна Евгеньевна, по-моему, участвовала. Родинсов, Петровна, всегда участвовала. Глобов, Татьяна Ивановна, всегда участвовала. Колесникова, Анастасия Васильевна, не участвовала. Кемиксис, Дора Ивановна участвовала всегда. Вот вместо Колесникова давайте другой, который участвовал. Один из предложенных кандидатур не участвовал. Ну а как? Они уйдут, останутся на родину. Ну все равно, Дора Янышенко. Пожалуйста. У меня предложение, Петр Юрьевич. Давайте каждая организация выдвинет по одному человеку. Вот это будет честно, демократично. И не будет одни и те же лица, которые вы предлагаете здесь. Дора Янышенко. Это мое мнение. Я не умею право диктовать. Но прислушивайтесь к коллективам. Давайте каждая организация организует голосование в своем коллективе. Выдвинет одного человека. Дора Янышенко. Спасибо за предложение. Нету такой формы предложения. Предлагает Примария, местный совет утверждает. Все эти люди, жители села, работают в разных учреждениях. Кто в Примарии, кто в детском саду, кто в гимназии. Тут люди охвачены со всех учреждений. Потому что, понимаете, люди ощущаются, что это будет тяжелиться. Так, предлагает Примария, совет утверждает. В члене, если мы не соглашаемся, Примария должна предложить другой список? Мы сейчас здесь, они предложили, мы можем вносить свои изменения, составить список и утвердить его. Я настаиваю одного мужчину. В армии БМД идет речь всегда о женской эмансипации. Больше это мужчинолонисляции. Их женщин на женщине. Пожалуйста, предлагайте мужчину кого-то. Мужчина, она за мужчинолосу. Мужчинолосу, который будет, например, председателем омиссии. Пожалуйста, вы сами знаете, что... Советский Евгений, мама... Я не имею права, я советник, я не хочу... Проверим, кто русский список есть на предмет участия, опыта, работы. Станева, Светланова, Евгения Федоровна. На Дом культуры не предложили же еще. Это на лицей. Мы предложили на Дом культуры, но перепутали... То, что предложили, это на ДК. Лицей предложила... Леня предложил и Знайда предложила на лицей. А Дом культуры, табель, предлагать и не... Еще раз. Вот это с вашим... А, с вашим предметом ДК. Это ДК. Лицей Станева, Евгения Федоровна, имеет опыт работы. Кёсия Лера Афанасьевна, по-моему, участвовала, имеет опыт работы. Бербер Светлана Дмитриевна, имеет опыт работы. Саргелевна Ивановна, имеет опыт работы. Чобан Мария Евгеньевна, имеет опыт работы. Хергеледжи, Валентина Петровна. Ну, она, не знаю, не помню, что было. В любом случае, согласитесь, свежую кровь в комиссию надо вводить. Когда-то новые люди туда все равно попадут. Когда-то должны они начинать учиться. Мое мнение. Если нет, пожалуйста, предлагайте кандидатуры. Или... То есть мы говорим, что члены советники не могут участвовать в избирательных комиссиях. Но члены их семей включены. Слушайте, ну... Это какой-то абсурд. А кто члены, члены... Нет, члены семьи имеют право. Они имеют право, но зачем? Раз мы хотим, чтобы это было честно, давайте будем честными. Если бы члены семьи выдвигались надеянные должности, вот тогда есть конфликт интересов. Допустим, жена в комиссии, муж выдвигается в примарий, президент или советники. А супруга состоит в комиссии. Там есть конфликт интересов. Тут, видите ли, хорошо, у нас село... Тут одни родственники, подожди. Тут одни родственники. Нет, то, что родственники не проблема. Но в данном случае считают, что это международники и право, где чьи родственники. Почему? Разбежаться за это вопрос и дети. Конечно. Уважаемые советники, если предлагается другой список, допустим, я вот этот список, который мы обсуждали на заседании бюджетной комиссии, я его не знала. Что за список этот? И, собственно говоря, я вам говорю, мне все равно, кто будет в этой комиссии. Я вам говорю открыто. Теперь, те, которые предлагают, список был обсужден на заседании комиссии, те, которые предлагают, вот, Леонид, Леонид, предлагают другой список. Аргументируйте, с чем это связано, что вы предлагаете вместо этих людей другой список. Аргумент какой? Мы не слышим аргумента. Просто называются фамилии. С чем связано то, что недоверие примарии, недоверие бюджетной комиссии. Что это? Я не понимаю, что это. У каждого человека есть свое видение и свое мнение. Я вижу этот список. Что я буду показывать человеку. Да, Леонид. У каждого человека есть видение. Но советник может предложить, допустим, одного человека. Вот замените. Вот этого человека перечислять, это значит, преследуем какую-то цель. Если я перечисляю вот этот список, весь. Никакой цель. Ну, так получается. А не переходим до с вами сюда. Как получает Леонид? Ну, как мое мнение? Ну, так оно случается? Дайте аргумент. Сейчас, сейчас. Ей поступило. Леонид. Дмитрий Евгеньевич предложил перейти к голосованию. Слушай, мы можем любаться каждому мнению о каждом кандидате. Можем тут до завтрашнего дня. Перешли. Ну, какие могут... Дмитрий предложил перейти к голосованию. Кто за то, чтобы перейти к голосованию, прошу проголосовать. Единогласно. Есть предложение, значит, под ДК. Дородур Анна Ильич, основной список. Дородур Анна Ильич, под ДК. Дородур Анна Ильич, Бербер Татьяна Евгеньевна, Родион Софья Петровна. Резерв Блокна Татьяна Ивановна, Колесникова Анастасия Васильевна, Кимиксис Дора Ивановна. Лицей. Можно сразу вопрос? Леонид Николаевич, вы у этих людей спросили, а они точно будут? Он вас не знает, что мы отправляем, а потом они соглашаются. По лицею Станева Евгения Фёдоровна. За лице не переживайте, что Белевый, Анна, Примодин, будет душ хорошего, что я. Кося, я рада, по-насу, нахай. Бербер, Светлана, Дмитриевна. Резерв. У моего советники предложила бы тебя. Так, скульптом, благодаря. Резерв Саргилю Анна Ивановна. Резерв Саргилю Анна Ивановна. Значит, по Дому культуры. Основные идут Дородор Ивановна Ивановна Ивановна, Бербер Татьяна Ивановна, Родиона Светлана Петровна. Резерв Долг Татьяна Ивановна, Колесникова Анастасия и Кимиксис Федора Ивановна. Лицей. Станева Евгения Дмитриевна, Кёса Вера Афанасина, Бербер Степанина Дмитриевна. Резерв Саргилю Анна Ивановна, Джован Мария Ивановна, Хиргильджи Валентина Петровна. Мы должны проголосовать сначала за... Почему я спросила, эти люди знают или нет, чтобы не получилось так. Был у нас такой и в практике, что мы пишем, утверждаем на заседании совета ее как членом комиссии, а потом предпоследний день она говорит, я наблюдатель от какой-то партии. Вот такое может быть. Или... Поэтому мы резерв сделали. Да, но если партии не будут выдвигать, идут с резерва, понимаете, он тебе не демонит, кого предложили, чтобы обязательно с ним поговорили. Ну, наверное, как люди в курсе, не может быть, чтобы без... Тут большинства нет, которых мы предложили, Олега Анастасия. Хорошо, давайте переходим к голосованию. Анна Ильича, зачитайте вариант комиссии. А что вариант комиссии? Ну, должны сначала поставить... А, ну, пусть комиссия заседала, есть вариант же, почитали. Какой вариант комиссии? Там списков нет, в наших документах. А, у нас был, значит, такой. Лицей Станева Евгения Дмитриевна, Ворникова Татьяна Георгиевна, Хиргильджи Георгиевну Треть. Резерв Сервинова Татьяна Ивановна, Ненова Татьяна Степановна, Решлян Надежда Георгиевна. Дом Бульвера. Да. Ставим на голосование предложение отчетной комиссии. Кто за данный состав комиссии? Прошу проголосовать. А зачитали только один или два? Только... Не, имею в виду один участок или другой? Только лицей. Прошу проголосовать. Раз, два, три, четыре, пять. По ДК решением комиссии. По ДК Дарадур Ивановна Ивановна Ивановна, Радион Софья Петровна. Резерв Кимиксид Федора Ивановна, Биржи Светлана Дмитриевна, Пьюся Вера Фанасовна. Кто за данный проект решили? Прошу проголосовать. Пять. Теперь зачитывай. Петр Первич, я читаю, Леонид Николаевич предложил, он мне... Я хочу спросить, я хочу спросить, по голове, так спросить. Я читаю голосование. Пять человек проголосовал. Вариант, предложенный советниками. Прочитаете? Она прочитала вариант, предложенный в комиссии. Пять человек проголосовало. Так, но Пёс Веснис не сказал, вариант комиссии, я и читаю. Ну, все правильно она делает. Она зачитала, обязана, мы сначала должны ставить на голосование вариант, предложенный в комиссии. Пять человек проголосовало. Да. Переходим к предложению советников. Кто за данный состав избирательного бюро? Прошу проголосовать. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто-то два разы голосует, что ли? Пять, восемь, тренадцать, семь. Резерв Саргюля Анна Ивановна, Чубан Мария Евгеньевна, Киркетча Валентина Петровна. Кто за данный состав в комиссии, прошу проголосовать. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ангелыч, вы голосоваете здесь? Георгий Иванович, семь человек. А то, Довальча Баарненович. Баарненович, поставить любые. Все, утверждены составы комиссии, предложенные советниками. В принципе, остались те же, те же, в принципе, остались те же лица, что угодно предложено. С небольшими извинениями. Извинения Николаевна, Илья Николаевна, молодцы. Переходим к обсуждению пятого вопроса. Об участии премарии села Чешмикёв в проекте «Чистый Чешмикёв» информация советника Дмитрия Нудыгенча. Уважаемые коллеги, общественная организация... Извините, можно я одну просьбу озвучу и поеду, потому что у меня очень хороший процесс. Если можно, извините, пожалуйста. Пять проблем. Уважаемые советники, Сергей Васильевич, председатель, я прошу разрешить один единственный вопрос. У нас очень неприятная ситуация, что прошла реорганизация, но осталась электрическая сковорода. Много чего осталось, но именно электрическая сковорода стала камнем преткновения. Мы не можем её забрать. 312 детей. Наши повара говорят, мы не сможем, мы не справимся с нашими плитками, а это сковорода, 150 порций за раз. Это как сковородка. Очень тяжёлый случай. Сковорода, то, что тяжёлая, мы бы нашли людей, которые бы вынесли. Но, соответственно, нам не разрешает. Реорганизация закончилась, всё, двери закрыты, сюда уже входа нет. Так сказала Саввасилина мне лично. Но я не хочу поднимать, потому что родители сказали, что мы председатель перед примарией ставим. Я не хочу этого делать. Я не хочу, чтобы это вылилось опять в скандал, опять везде слышалось чшенькёй, чшенькёй, чшенькёй. Давайте мирно решим этот вопрос и перенесём эту сковороду туда, куда она, кому она предназначена. Это детская имя. Это идёт как основные средства. У меня есть положение реорганизации, что всё, все основные средства переходят в здание к лицею. С учреждением лицея. Поэтому, пожалуйста, я... Остальное вы всё забрали, я останусь всё. Ну, там, что мы оставили, там, что осталось, мы нервно можем это решить, потому что те же у нас есть. То, что нам не нужно будет, Аня Козина Саввасилина сказала, нам мы можем и передать, если оно надо будет, но уже через управление образованием. А вот эта сковорода, она нам нужна. То, что она вам передана... Она передана... По бумагам она у нас. Но нам не разрешают её выносить. В субботу были электрики, компания, которая меняла электропроводку и счётчики. Они установили все духовки, вы понимаете, это не очень дёшево, вот эти мощные электроприборы устанавливают. Теперь мы должны будем вынуждены, будем ещё раз их пригласить. Потому что единственный неподключённый предмет, это сковорода. Но нам её не разрешают выносить. Пожалуйста, если можно. Елена Ивановна, её давно бы вынесли, просто нет возможности вынесли. Елена Ивановна, я отправила мужиков с нашего работника, нашего лицея, Софьи Васильевна. Вы им сказали, что отсюда больше выносить ничего нельзя. Так, Елена Ивановна, я вам скажу, почему нельзя выносить. Потому что для того, чтобы вынести эту сковороду, нужно снять окно, разобрать окно и только после этого вынести эту сковороду. Она в двери не влезает. Если бы её можно было вынести, её бы вынесли до того, как приняли это здание. И давайте теперь не утрировать эту ситуацию. Теперь, послушайте, когда была комиссия, мы посмотрели, там были юристы, там были управления образованием. И сказали... Это же не повестка дня. Не повестка дня, но мы просто... А что ты говоришь, что она как? Я спросил, вы предполагаете, разрешите? Идите в заседание совета. Уважаемый, Петр Георгиевич, на каждое заседание совета приходят руководители учреждений, которые упрекают, примара в чём даст. Это уже в празднику пошло, понимаете, пошло в празднику. Есть у нас речь, поделка дня, заседание, давайте помогите меня работать. Хорошо, все, я вас слушаю. Если какие-то вопросы, мы решили, мы вышли, но не смогли разобраться, поэтому пришли сюда. Евгений Антонович, я спросил, предоставим слово, вы все промолчали, предоставили слово. Вы сказали бы, нет, мы бы не предоставили слово. Ну слушайте, мы вас спросили, предоставили слово, вы сказали бы, да. Хорошо, чтобы не было этого, хорошо, чтобы не было этого, чтобы этого вот не было. Почему до сих пор не решили этот вопрос, и надо было ждать, чтобы решать. А пусть решают, я спросил у вас, мы предоставим слово Елене Ивановне, все сказали, что да. Так, так вы и сказали, я бы не предоставил, я ее сюда привел за руку, я ее сюда. Так что вы тогда, я спросил Дмитрия, Дмитрий сказал, да, вы промолчали, значит все согласны, чтобы она высказала свою позицию. Что еще? Вы промолчали, если бы вы, есть, я согласен, если бы вы сказали, что нет, я предоставил бы ей слово. Я тогда согласен, что он нарушил, я спросил вашего мнения, вы сказали, вы промолчали, значит вы сказали, согласны, чтобы она высказала свою точку зрения. Что я нарушил? Петр Борисович, если даже я хочу что-то предложить или попросить, я пишу заявление и рассматривается в комиссии. Хорошо, Дора Исна, надо было запускать заявление, чтобы рассмотрели комиссию. Дора Исна, хорошо, Софья Васильевна, надо было запускать, ведь все забрали это, человек говорит, насколько правду я не знаю, я не был до этого. Человек говорит, Софья Васильевна сказала, что вы отсюда больше ничего не заберете, ну а уж кому ели сейчас? Действительно, на каком основании вы предоставили слово, вы председатель совета, вы ведете заседание совета, на каком основании вы предоставили слово, сорвали заседание совета? Так я спросил, предлагаю вам вас. Я не понимаю. Дмитрий, вы спросите. Дмитрий, подтвердите, я спросил, она попросила слово. Дмитрий как раз выяснил. Ну слушайте, если бы сказали, что он нагелел, а если бы сказали, что нет, не надо предоставить, а то есть правила вот такие вот тут. Петр Юрьевич, а компетенция совета распределяется, наказала, обыскать, не надо предоставить. Слушайте, если оно передоставить. В прошлый раз директор музыкальной школы, если бы ловить ведь, просто читание, просила сказать. Прошли, вы, если нашла, не знаете, что она не школа будет, не решает, что я не школа будет. Я не знаю, что вы глаживаете, что вы глаживаете. Давайте, давайте. А что, а у нас были запечатлены, что вы специально не хотите, чтобы этот... Эта эльтерская сковорода досталась тому человеку, кто выиграет, а у меня абсолютно никакого интереса в этом нет. Вот, вот у вас складывается впечатление, у вас тоже. Давайте рассчурочем здание, снимем окна, снимем двери, для того, чтобы вынести одну сковороду. А вот так вот здесь, товарищи. Окно можно культурное слово и столосное. Он стоит на месте. Вы так выговорили, что мы не можем отдать сковороду. Так, как уменьшается стоимость здания. Вы такое говорили? Как начинается? Вы такое говорили, вы такое... Да, ладно, все. Давайте, я что, я вас спросил. Предложим слово, вы согласились. Давайте послушаемся. Давайте. Мы не смогли его погрузить, потому что в нее вмещается проем дверей. Разговор остался так, что они найдут мастера. Мы снимем это окно, вынесли через окно, окно поставят на место. И все, что это проблема? Все. Так и делайте. Кто найдет мастера? Директор. А до сих пор почему не нашли? Так откуда мне знать почему? Я что, должен был на плечах его отнести? И стоило сегодня сюда прийти. Устраивать вот это все. Нервы нам припали. Вот человек говорит, что Софья сказала, что здесь, а тут больше ничего не заберем. Кому сейчас вы? Я подниму и за мной, Герда. Я забуду, что я не знаю. Так пусть снимут. Но Софья говорит, раз прочим здание. А кто аккуратно снимается и снова на место устанавливается? Что это проблема? Что делать? Дома запускай пенчеры открывается. Берем пенчеры каймами, а ты слушаешь? Есть проблема пенчеры каймы? Что делать? Что делать? А? Что делать? А это проблем не разрешено. Низан Сорманцы на свое усмотрение не дали не следует, не фасад бозуду, не официально переводить, не следует ли об этом? Если у него официально имущество находится там, он его не может забрать? Петр Георгиевич! Не, а что вы говорите? Петр Георгиевич! Петр Георгиевич, мы отклонились от повестки для Петр Георгиевича. Из вашего разрешения я спросил предоставим сумму Елена Ивановна. Вы промолчали. Значит согласились. Всё! Дмитрий Георгиевич пожалуйста вам слово. Вы согласились. Всё! Зато сейчас вы декоративные. Чаорезные, все, все... Хорошо? Слова предоставляется советнику Дмитрию Генчу Яну. Общественная организация РИНА-4 совместно с премарией села выиграла проект, который называется «Чистки Чичмикер». Проект предполагает информирование в области очистки от мусора, ликвидации мусоросвалок. В рамках проекта предполагается приобретение 1400 контейнеров в каждый дом, пластиковых контейнеров на 120 литров. Помимо этого есть ряд мероприятий по информированию детей, взрослых, по ликвидации у нескольких мусоросвалок. Проект финансируется с Европейским союзом, внедряется GIZ немецким агентством по сотрудничеству. И нужно разрешение совета на то, что премарией участвовал в данном проекте и обязать примару, чтобы примар оказывал содействие в данном проекте. Если есть какие-то вопросы... А какого содействия тебе нужна? Финансовая или транспортная? Существующий... Беркиши Суурдович, Беркиши Суурдович... Так может человеку уже на дорогу, в Чунёк поехать, я не знаю. Какой содействию примарите нужно? Ага, ну смотрите, там возможно будет ликвидация мусоросвалов. Соответственно, на ликвидацию мусоросвалов есть средства для приобретения мешков, перчаток, но нужен трактор, чтобы вывезти этот мусор, который люди соберут. Потом, что касается контрибуции, в данном случае мы рассчитываем контрибуцию получить с фондом размещения. Контрибуции от примарии как бы не планируется. Ну, например, какая-то информация по тому, сколько домохозяйств есть, сколько контейнеров нужно для домохозяйств. Ну, вот такая информационная и содействие, если действительно нужно будет мусоросвалов... Может топливо выделить. Да, да, да. Такие незначительные... В любом случае без участия примарии, в любом случае это дело не дано. Ну да, если примария выступает партнёром... Есть ещё вопросы? Если нет вопросов, есть проект решения по данному. Дмитрий, у нас по-моему. Можно только поблагодарить за такую работу? Только? Успехов? Да. Который приводит на бюджетные деньги селок. Вот этим делом надо заниматься, а не сплоками. Заслуживая информацию Дмитрия Евгеньевича об участии в примарии села Чешмякёй в проекте «Чистый Чешмякёй» Комиссия предлагает местному совету дать согласие примарии принимать участие в проекте «Чистый Чешмякёй» Реализуемого в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан региона Болгогаузия» Финансируемого Европейским Союзом и внедряемого германским сообществом по сотрудничеству... Через... 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 Второй обязать примара Жекову Софью Васильевну оказывать всяческое содействие в реализации проекта «Чистый Чешмякёй» «Есть какие-то изменения, дополнения в данном проекту решения?» «Нет» «Кто за данное предложение? Прошу проголосовать» «Единогласно» «Переходим к шестому вопросу «Разбор заявлений»» «Кападезмус» «Зачитаем» «В смысле какой есть материализма» «Кападезмус» «И моё заявление там?» «Ладно, всё, тогда...» «Без проблем» «Премару села Жекову Софью Васильевна, жительница села инвалидов 2 группы Булогу Малии» «Прошу вас оказать название» «Здание и земельные участки публичных образовательных учреждений является частью приличного владения органов местного публичного управления первого уровня» «Настоящим просим вас принять срочные меры по обеспечению безопасных условий для учащихся террористской лицензии «Лачичево» «Лядом со зданием лицея «Лачичево» располагается здание бывшей библиотеки, которая находится в аварийном состоянии» «Указанное ветхое здание несет в себе угрозу для жизни и здоровья учащихся, которые приступят к занятиям с сентября 2020 года» «На основании вышеизложенного случая невозможность восстановить здание, бывшей библиотеки просим вас принять решение о её сносе» «Рассматривался данный вопрос на сценарий. Есть проект решения?» «По проекту, по заявлению директора ТВЦ «Кортерзия» Елены Ивановны, земельная комиссия рекомендует разрешить снос аварийного здания в библиотеке, находящегося на балансе примарии, расположенного на территории лица и по улице Зои Косметилянской «Кортерзия» «Кортерзия» «Образовать комиссию по отриходованию возвратного материала после сноса здания, которые находятся на балансе примарии» «Кто заданный проект решен?» «Херо, Петликович, я хочу унести ещё одно дополнение к решению, чтобы потом не говорить, что я сама дополню» «После того как будет лембидация этого здания, снять с баланса примария это здание» «Я его не будет…» «Облатиться компетентным». Совет должен, я дополню, снять с баланса после ликвидации здания. А балансы школы? Нет, вообще сейчас у него не будет. Да, он на балансе Климарии находится. Нет, площадь, вот эта площадь, кому будет принадлежать? Земля Климарийская, но будет в обведении ЛИЦЕЯ. Я хотела спросить, в какой период, когда намечен снос этого здания? Я работаю тоже к ЛИЦЕю, коллеги тут есть и не дадут собрать. Сегодня, в период пандемии, у нас обозначены территории, на которые мы уходим во время перемен. И мой класс, и второй класс, Татьяна Ивановна. Мы именно около этого здания, и оно действительно очень веткое. Оттуда сыпется, черепится одно-второе. И как скоро это будет? Дети идут играть. Понятно. Зачитайте еще раз. Можем мы туда дополнить? Конечно. Зачитайте. Можете там добавить сроки. Зачитайте еще раз проект решения. Разрешить снос аварийного здания бывшей библиотеки, находящейся на балансе примария, расположенной на территории ЛИЦЕЯ. Местный совет дает разрешение на снос. Дальше уже примар, землестроитель. Распоряжением примара будет создана комиссия. Пойдут обследуют. Там не только взял, завалил, да все. Он там и должна приходить вот эти дрова, это все. Надо решить транспорт. Ну, там есть, там есть дети. Может быть, хотя бы... Каникулярное время. Каникулярное время. Ну, вот для детей этого ограждения не будет препятствовать. Он для Генера Герчка. Да не так и стал городом. Нет. Время работы для их здания, чтобы они не подходили. Хорошо. 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 Берание прохождение следует. Время работы можно позволить на это. Ломать не стройте. Слушайте, ну бюнь мы приняли решение, что в течение полчаса можно свалить. Не полчаса, а бюнь, два дня. Слушайте, бюнь все время, одно сезбово-переначивание, бюнь все время два дня. Удадите, идите сюда. Субботу, воскресенье все время, два дня. Хорошо, давайте дадим... Какой у людей? Вопросов нет, хорошо, дадим полгода. Бюнь, деми, бюнь, просто есть Елена Николаевна, Сюльяне, как можно скорее. Если скорее, можно решить это оперативно. Мы привлечением экономических агентов, как, не знаю. Но надо полгода дадим, срок полгода, вопросов нет. Она не об этом говорит, она говорит о том, чтобы огородить там пока. Ленку купить, купить летнюю, огородить. Бухгалям совет. Смотрите, от совета столько стоит разрешение на стол. И все. И все. Давайте лучше. Все. Елена Каланова предложила сроки. Да, сроки нет. Смотрите, она права, но распоряжение... Примарь должен сдать распоряжение. Должен найти место, куда будет складировать вот это все, что они там... Бухгалтер должен там посмотреть, что потом... Сколько времени? Три месяца? Ваши на осенних каникулах, целую неделю. До нового года, какой-то. Да, осенних каникул целую неделю. До конца текущего года. Это дубое дело, на осенних каникулах. Дубое дело. Предлагаете просто, если оперативно... Все, все хорошо. Восредние утра, октября. Все, как раз... Вперед осенних каникул. Как раз к этому времени все документы подготовят, а потом снизят все. Славим срок до 10 ноября. До 10, до 15. Ставьте 15 ноября, 10 ноября. От этого. Тогда посчитаем срок. Куда срок ставят? Скажите, в какой пункт? Первый. Дерево разрешить и получить... По закону, во, встань, читая эту статью, не отдание полномочия мертвого совета. Вот этот срок мы поставим, но просто... Какой малый срок, как-то нельзя. Очень-очень, да? Не запросто приглашайте. Да, не запросто приглашайте. Поставьте так решение. Если срок должен до 30 декабря дать, то раньше. Разница в нем, какой мы срок, какая разница. Мы даем разрешение на снос. Дальше есть там руководитель. Кто проголосовать? Кто за то, что дать разрешение на снос данного здания, прошу проголосовать. Ну, советник предложил, Георгий Георгиевич, не было, не сонсорду. Мы можем дать ей ответ. Не лаидезом, а вот там я спросил про сроки. Я бы вам же не... Все, нормально, все, у Турсуса нету сроков. Я бы вам не лаид меня, спортийте меня. Нас и сейчас. Леонид Пеханович, все, спасибо, вы прочитали свое проект решения. Председателю Совета Примария Силаченко и Маджар Петру Георгиевича от жителей улиц Чехова, Мельничная. Мы, ниже подписавшиеся жители улиц Чехова, просим вас завершить начатую работу строительства дороги по улице Чехова. Мы неоднократно обращались. Нам было обещано лично вами и решением Совета Примарии завершить строительство дороги. Просим вас поддержать проект договоренности, утвержденного на Зарезе Совета Примарии, выполнить кратчайшие сроки, иначе мы будем вынуждены обращаться в высшие инстанции. Есть какая-то информация? Я на прошлом Зарезе Дани уже информировала об этом поводу. 1 сентября завершен тендер на эту дорогу. Определен победитель. Это компания Демовент из Кангаза. Вчера был представитель этой компании. Подписали договор. Ждем регистрации в казначействе. Начнутся работать. Значит, дать ответ этим жителям, что в ближайшее время будет... Почему-то земельную комиссию... Это по коммунальному... Это строительство... ...довести до сведения жителей улицы Чехова, Мельничная, что работа по решению строительства... На данной улице подобновляется после утверждения документов соответствующих турбоков. Кто за данный проект решения? Прошу проголосовать. Примару села чемпио Жека Куэпасина от руководителя коллектива Грация Дэнс Киргиджа Оксана Андреевна. Прошу вас предоставить помещение в здании гимназии в аренду для проведения танцевальных занятий. Прошу вас предоставить помещение в здании гимназии в аренду для проведения танцевальных занятий. Есть? Рассматривался вопрос на прайфу? Да, да. Михаил Иванович, вы хотите... Помещение расположено по улице Школя, в здании лучшей гимназии, площадь 33 метра квадратных, с катастрофом номером 962-1303-20301. Тут пишется годовая аренда 2385 дней. Я хочу предложить, чтобы... Безвозмездно... Это заниматься нашими детьми. Если мы начали ставить какие-то ставки и платить, я думаю, что это неправильно. Я думаю, что мы должны... Тем более там полно классов, где-то безвозятые, тем более мы хотим там делать дом творчества, там всё будет на бесплатной основе. Хорошо, а в доме культуры нельзя заниматься этим детьми? Да, да, да. Хорошо, что ты... Вас точно не звали сюда. Не знаю, кто звал, но я точно не слышал. А не в доме культуры... Алеша, здесь дом культуры... Вам просили... Нет, понятно. Дом культуры не позволяет заниматься? Занимается, но дело в том, что... Как бы вы объясните... Организация является как бы юридическим детьми. Хорошо. А дом отца... А дом культуры... Это же коммерческая деятельность. Как можно достать общественные для коммерческой деятельности? Все мы можем предоставить под аренду. Все мы можем предоставить под аренду. Все мы можем... Говори, говори, предложи. Я вам сейчас оценю. Хорошо. Согласен с инициативой Леонида в плане того, что поддержать и предоставить помещение бесплатно. Может, с таким условием, чтобы родителям было меньше оплаты. То есть, это будет какая-то поддержка... То есть, меньше нужно будет Ксюше платить. То есть, Ксюше не надо будет платить, а родителям, чтобы было меньше ерули обеихиталов. Какие-то 10%? То есть, это будет родителям... Она и так постоянно с нашими детьми ходит и с вами. Спасибо большое, что она вообще есть, она не занимается этим детьми. Там и ремонтировать ей придется. Сейчас все равно там углы. Понятно. Все, ваши предложения понятны. Дальше можем не разговаривать. У меня есть. Игорь Антонович? Да. Я хочу обратиться к советникам. Тогда, если Ксения занимается коммерческой деятельностью... Это же коммерческая деятельность. Она берет деньги за то, что занимается детьми у родителей. Тогда, в какие условия... Если мы предоставляем ей безвозмездную аренду... Тогда, в какие условия мы ставим Лиде Георгиевну? Тогда, в какие условия мы ставим Шрию? Мы им предоставляем тоже коммерческая деятельность. Мы им предоставляем в аренду платную. А здесь тоже коммерческая деятельность. Они тоже для села работают. Давайте всем давать, тогда безвозмездно. Они тоже для села работают. Кружок, например. Кружок это будет на государственные услуги. Понимаете? Это министерство будет финансировано. Вот это я хотела. Знать. Вот в какие условия мы ставим тех людей, которые платят за аренду. То же самое Лиде Георгиевна ремонтировала вот то здание и внесла туда огромную сумму для того, чтобы произвести ремонт. Я не против. Вы понимаете, чтобы она занималась, не платила за аренду. Я не против. Но в какие условия мы ставим. Те люди завтра придут и спросят. Почему надо за нас перевести аренду? Почему они не перевести аренду? Они спросят вам. Вы же знаете, какая работа с детьми. Знаю. Вот именно. Вот поэтому, поэтому. А когда человек принес вам пашет платье или пашет по детьми, это коммерческая. Если я взял, я бы даже в голову не пришло, чтобы я за это не платил. Это бизнес. Но это не все. Это работа с детьми. Вы знаете, что они переславляют наше все. Мы везде, и в Румынии, и в Тичине. Везде карты можем сейчас ставить под одну. Но деньги у нас нас берут. Деньги у нас нас берут за работу. Спасибо, что берут аренду. Спасибо большое. Это коммерческая. Мы не берем. Как мы говорим? Это коммерческая. Давайте так думаем. Есть пара. Давайте. Вадима предложил, что там, не может, что там, одежда за нас. Так все. Ваше мнение у США, да? Коллеги, да? Мое предложение безвозмездно выделить это помещение на 5 лет. Понятно. Ваше мнение понятно. На 5 лет этот договор будет заключать примар? Насколько лет? Срок аренды указывается в решении совета. Мы не задаем согласие на аренду. Мы указываем срок аренды на какое сдается помещение. Во всех случаях, чтобы вы обратили внимание, указывается срок. Там указывается, земля сдается в аренду, указывается срок. Да. Да. Решением совета на 3 года, значит, примар имеет право на 3 года. 5, на 5, на 25, на 25, на 30, на 30. В решении совета указывается срок аренды. Указывается это все законно. А в этой танцевальной группе занимаются дети Сатулии? Конечно, занимаются. Значит, мы готовим услугу Энгерин. Бер, Мякин, Ючин. Наши дети тоже занимаются музыкальной школой. Так что это примаритульский скипционер, когда ставим песок. Оставьте вы это. Давайте так, все. Имеем. Делать решение совета. Делать решение совета. Да, полномочия совета. Но полномочия совета может дать на аренду. Вы управляете имуществом отношающихся в публичную частную сферу села. Да. Но в аренду. В аренду. В аренду. Хорошо, Леонид Николаевич, вот что мы будем предоставлять Ксюше? Какое помещение? Мы должны указывать. Весь Дом культуры не можем указать. Причем там гимназия? Гимназия до пирк-класса. Пирк-класса. Гимназия до пирк-класса. Это же не в Доме культуры. Важаем Михаил. Все. Мы по-моему достаточно сегодня повысить давление друг другу. Смотрите. Давайте. 40. Давайте. Для примера. Михаил Иванович попросил у нас здание бывшего садика. Тоже является публичной собственностью. Примарии. Да, он коммерцией не занимается. Но человек. Игентон. Вы же не дослушали. Что разводить руками. Человек работает на зарплату. Он получает зарплату. А где США? Но занимается с детьми здесь. На безвозмездной основе. Он тоже. Что? Получает. Набирает себе зарплату. Что, Михаил Иванович? Мы почему-то тогда не думаем, что нарушаем это. Мало того. Мало того. Не имея на руках решения совета. Примар предоставил помещение. Не имея на руках решения совета. Тогда все молчали советники. Хотя сначала должно быть решение совета. Очень хорошо, что эти дети там занимаются. Никаких проблем. Но почему-то тогда все советники молчали. Что мы нарушаем закон. Потому что это правильно мы сделали. Все правильно. Все хорошо занимаются. И выделили. Там стоит Иглсон. Хоть там неделю два-три раза. Леня, ну неужели два-три раза в неделю, в месяц. Я не против. Вы не поняли моего вопроса. Я все очень понял. Ничего вы не поняли. Как не понял? Лидия Георгиевна привела пример. И привела Швею в пример. Тоже коммерческая деятельность. Так же как и Ксюша. Почему им даем платно? Почему решаете все? Я не понял. Скажите пожалуйста. Я понял. И вы вашу бытность не хотели вообще давать ей аренду. Кто не давал ей аренду? Лидия Георгиевна. Лидия Георгиевна. Я понял. Предлагаю. Не заходите… Ну смотрите, что потом советник попал в охраняне, все… Не думайте что… Ставьте торты сядьте. Уважаемые советники, убеждать в том, что Оксана Андреевна работает с нашими людьми, в этом нас не нужно, но все это очень хорошо осознаем. То есть каждый из нас определился, действительно можно согласиться с тем, что предоставить аренду без оплаты. Никто не спорит. Я поняла боль Евгения Антона, просто нужно будет найти доводы, чтобы объясниться с теми людьми, которые платят за аренду. А может эти люди вообще не придут к нам? Если не придут, спасибо. Еще как придут. Затем туалетные бумаги обратились. Туалетные бумаги и чекалдарки не спорят скандал. Какие проблемы? Слушай, человек работает с ним. Можно сказать? Очень хорошая идея. Раз мы даем в пользование бесплатно Ксении Андреевне это помещение, то пускай наши дети тогда платят меньше. Почему нет? Почему нет? Пускай нет. Есть дети, которые синие, социально уязвимые. Но ребенок там два-три-четыре ребенка, которые родители не с себя платят. Вот она может их двоих-треих просто взять на безвозны на основе. Пускай там все. Если она согласна. Мы не можем ее. Если она согласна. Вы не можете за нее решать. Это она будет решать правильно. Алексей, смотрите, вот есть представитель, я думаю супруг здесь может... А? Как не могут? Может жена не могут решить? А про Оксан Забулу? Да, конечно. На сегодня мы идем дальше. Алексей, если можно, пару слов, если хотите, скажите. Я буквально две секунды. Смотрите, есть социально малообеспеченные семьи, с которых Ксении Андреевне, не хочу соврать, деньги не берем. Едут на участие, бывает такое, что и мы доплачиваем за них. Как бы есть такие минусы постоянно. И за дорогу, и за участие. В любом случае, опять же дети наши, работаем мы. И мы опять же заинтересованы с ними работать. Я подходил, почему? Потому что получается как? Мы работаем чуть там, не получается. Работаем чуть здесь. Такое ощущение, как будто друг другу мешаем. Или, я не знаю. И все, я бросаю, я укажу, меня не хотят, меня не любят и не ждут. И получается как? Ну реально так получается. Поработали там, вы мешаете, давайте там. Поработали там, вы мешаете, давайте туда. Поработали здесь, мешаете на летнюю сцену. Поэтому я подошел и хотел спросить, нуждаетесь ли вы в нашей работе? Если нет, то уже он думал по-другому. Я не знаю. Поэтому я подошел, попросил кабинет, класс, так скажем, в гимназии. Будет хорошо, нет. Если, может, какие-то варианты будут там, если там не получится. Может, мы думали. Если там не получится, потому что я слышал там свет вырубили, то это, мало ли, будет не будет за ней работать. И, может, какой-то кабинет в доме культуры. Ну, это крайний вариант в доме культуры. Поэтому я подошел, хотел у вас попросить, мы хотим у вас попросить, чтобы вы дали кабинет для занятия в здании гимназии. Так что, и вот, наше мнение, вот. Ну, а, что же так заходить? Все хорошо. Давайте спрашиваться, разрешили. Что там? Подходим, там не было света, и отопления нет. Но свет есть сейчас? Уже это зимой... Сейчас договор расторгнут с гимназией, с премарией, пока еще договора нет. Но свет вырубили, если зимой как будет? Врубили, конечно, раз. В любом случае, у вас ключи, все равно там, другие кабинеты же... Спортивный зал есть. Зал мало. Премариар подключен. Чтобы потом не получилось, мы сдали, мы как бы помещение предоставили, а света нет, тепла нет. Мы приняли решение там создать это. Ну, все хорошо. Уважаемые советники, вот просит слово Дора Единична. Предоставляем ей слово Единична? Да, да. Все, Дора Единична? Пожалуйста. Хотя знаю, что Арсения, Ксюша работает в ДДТ, в Доме творчества. А так как все кружковые работы, все часы, взяла себе районный детский дом творчества, пусть они оттуда несколько ставок предоставят. Пусть она возьмет отсюда какое-то количество часов себе и проведет здесь безвозмездно. Бесплатная оплата будет. Потому что всем кружковые работы остались в Доме творчества. Пусть они немножко и все отпускают эти часы. Такое обращение должно быть. Обращение. Пусть она будет здесь и дети будут наши бесплатно обучаться. Она и зарплату будет иметь. И Арсения не надо будет оплатить, потому что это наши дети. Она не занимается коммерческой, она работает на зарплату. Вот пожалуйста. Решение. 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 Напишет туда в администрацию. Если они дадут, для нее намного легче вот это. Управление второго уровня. Они должны представить эти кружковые работы, часы определенные для селок. Наши нету. Они все заняли вулканышки. В детском творчестве. Доме творчества. Вулканышля. Знаете сколько ставок работает? А в Чешнике нету. Пусть они представят сюда. Я даже просила у Ксюши. Я просила у Ксюши. Ксюша возьми наших деток. Самых маленьких. Ну в садиках. Один кружок организуй. Выбей оттуда количество ставок. И прямо в садике занимайся. Веди этих детей. Я на это согласен. В садике. В садике. Смотрите. В условиях пандемии. Нет. Маленьких. Которые садиковские горят. Сейчас пандемия. Завтра возникнет такая ситуация. Нет. Кружок пусть организуют. И не надо себя пущать. Мы сейчас обсуждаем. Вопросы передавать. В безвозмездное пользование. В аренду. Можно его таким путем сцепить? Можно. Но это уже. Сегодня сейчас. В. 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 Хотя нас тоже обменили, что мы в кадровые вопросы вмешиваются, видите ли? Все нету, там стало хорошо. Я обращалась по этому поводу в администрацию. Давайте подготовим одно обращение от имени Примария и от имени Местного Совета, чтобы нам выделили какие-то ставки. Дайте мне сказать вариант, как это можно сделать. У нас есть возможность защитить звание народного образцового коллектива еще одного. Сегодня мы имеем возможность. Но дело в том, что Примария или Советы полномочия, или Примария должны дать гарантию на оплату этих руководителей. Тогда у нас освобождается, я не вечный, скоро на пенсию я уйду. Но работать хочется, коллектив могу вести. Мы можем этот коллектив вести и освобождается две единства. Две единства, директора, худруха, я не знаю, как смотрят на это. Есть возможность нам вот это дело сделать. Потому что требуется, чтобы Совет Примария дали согласие, чтобы вы защитились. Мы должны дать согласие, чтобы вы защитились. Нет, вы должны дать гарантию на оплату. Они же все оплаты кинули на место. Это надо увеличить на две штатные единицы народный коллектив. Дело в том, что там так и они даются руководители. А это можно подумать при утверждении штатного расписания на следующий финансовый год. Следующий год. Скал, дочери проработает этот вариант до конца года. Это основа бюджета. Ну, тут что осталось, да. Ну, хорошо. Леонид Абразевич, в любом случае это вопрос, рабочий вопрос и вас, и Примара. Тут Совет Примар выйдет с предложением к Совету. Там уже будем. Сейчас мы не можем Примару сказать дело и так далее. Это ваши рабочие моменты. Если надо участие кого-то из Советов, я не знаю, есть ли цели здоровья. Еще один вопрос, чтобы не подумали, что мы как... Что я не хочу, чтобы вы в ней занимались. Я уверен, что если сейчас они будут заниматься домом, то после завтра придет или коррупция, или... Хорошо, об этом мы не говорим. Мы говорим, что в Ведении... Хорошо. Мы говорим о том, что... Мы говорим о том, что в Ведении Примарии Местного Совета есть помещение, которое пустует. Его можно передать безвозмездное пользование, указать срок на год, на два, на три. Пусть сегодня работают, пользуются, завтра перестали, разбежался коллектив, дети уехали, прекратили сети. Без указания арендной платы. Просто передать безвозмездное пользование сроком на три года. На пять. Ну, десять, двадцать хоть передавать, без срока. Передать. Срок работы будете передавать? Ну, можно, в случае необходимости. Хорошо. Мы всегда говорим о законности. Кто знает эти законы? Законно ли это? Может. Может. Можем предоставить. Возмездно в пользу. Хватит, давай. Противников нет. Еще раз. Проект решения с изменениями, дополнениями. Голосуем и закончим. Помещение расположено по улице Школьная, в здании бывшей гимназии, площадью 33 метра, квадрат с кадастровым номером 9-6-2-1-303-2-9-301. Передать на безвозмездное пользование коллективу коллектива Греция Ательска, Херги Реджиев, Оксане Андреевне. Сроком? Заключить договор аренды сроком на пять лет. Так не аренда? Не аренда. Безвозмездная аренда. Безвозмездного пользования. Безвозмездного пользования. Безвозмездного пользования. Да, безвозмездного пользования. Аренда – это уже деньги. Да. Безвозмездного пользования. Сроком на? Пять лет. Пять лет. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Я не знаю. Что будет заключать примария тогда? Договор. Слушайте. Человек входит туда. Она должна там соблюдать порядок. Содержать. Договор о безвозмездном пользовании. Можно передать? Вот это. А? Примария. Совет имеет право на безвозмездное пользование. Если на балансе. Да. Но для коммерческой деятельности Совет имеет право передать безвозмездно. Слушайте. Для занятий там занятий. Петр Георгиевич, вы подумайте. Безвозмездное здание вы передали, допустим, не скажу. Вы передали лицею. Безвозмездное пользование – это договор. Это публичное здание. А тут коммерческое. Чтобы мы не нарушили. Я за. 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 Г Security IPاء. Я за. Я за. Я за. Week. Я за. Все, мы голосовали или нет? На что мы ссынаем. Все, вопрос прошел. Дальше, следующие заявления. Спрашиваю. Для меня дойдет учительство? Или на закуску ворота. На десерт. Так, ладно. Согласно закону местного публичного управления. Я написала это, кстати, я... И как, нехи заявление. Значит, пункт меняем. Заявление премару Жековой, представителю Совета Молча, Елена Александровна. Прошу вас выделить помещение столовой гимназии, площадью... Площадь не указана, под аренду. Есть площадь... Может, есть. Владимир Евгеньевич, измей. Просто здесь не указано. Прошу вас выделить помещение столовой гимназии, площадью... Под аренду. Есть заседание... Есть ли проект решения? Есть, есть. Рассмотрев заявление Молча, Елена Александровна, предоставление помещения столовой в аренду зданий бывшей гимназии и руководствуя статью 14, часть 2, пункт С, закон номер 436, 28 декабря 2006 года, вместо публичного управления комиссия, предлагает местному совету. Помещение столовой расположенной в аренду зданий бывшей гимназии, площадью 116 метров квадратных, с кадастром номером 262, 303, 291 аренду и годовой арендной платы в сумме 13 161 леди, роста 7 бань. Вынесено все согласно закону об аренде. Заключить договор аренду сроком на 5 лет. Какой вид, тут не указан вид деятельности? Ну, она сама здесь, мы здесь объясним. Допустим, вот тут указывают для проведения танцевальных занятий. Здесь прошу выделить помещение столовой под аренду с какой, для каких целей. Здесь открытие предприятий общественных зданий. Там столовая будет действовать на проведение банкетных мероприятий, дни рождения, все вот это. По цели. Самое главное. Да. Ну, по запросу. Кто, с чем будет обращаться? То есть, для оказания услуги? Да. Общие петли, то есть какие-то. Понятно. Зачитали проект решения, да? Кто за данный проект решения пришел проголосовать? Или нагласно? Я, 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 это слишком мало будет, потому что я буду туда вложить деньги. Бай-бай. Вещи, вечно уберу вас. Есть, поверьте мне, введя еще никогда киевских мечет не если я против, чтобы заново заключить с вами. Пять лет, то срок достаточно бьют. Там он бежит. Там он бежит. Ну, проголосовали пять лет. О, два рейдача. Наконец-то. Кирмару Жекова Софья Васильевна, председателю Совета Маджер Петру Георгиевичу. Уважаемый совет, уважаемый Петру Георгиевич, уважаемый Софья Васильевна, прошу вас запретить движение по дороге вдоль забора с восточной стороны детского строя. Давай я буду лучше объяснить сама. Отече. Дорогично. Запретить движение по дороге вдоль забора с восточной стороны детского сада, расстояние от пересечения дорог улицы Ленина. И ограничить скорость движения с уставами ближайших по цеху с остальной заправки на том же салоне-стоянии. Так как дети в основном будут находиться на площадке, на свежем узке, и сад находится с трех сторон у проезжей дороги. А восточная сторона не асфальтирована, и вся пыль на участке детского дома. В детском саду из-за пыли в виде из-за скрывания грузы осела на растение, было погублено декоративное растение. В заботе со здоровьем детей необходимо ограничить поступление пыли на участок, очень надеемся на благоприятные решения. То есть вы просите ограничить, запретить движение по дороге вдоль забора и ограничить скорость. Можно объясню? Конечно. Тут в принципе все понятно. Тут как раз ничего смешного для твоего ключа. Не вижу смысла смеяться. Не, идея хорошая, но мы запретить движение не можем. Можем, можем, даже хорошо можем. Я звонила Черневу Валерию, который отвечает за безопасное движение. Как его должно звучать, я не знаю. Знаки безразвития движения. Я обратилась к нему за советом, как можно поступить в данном случае. Он мне сказал так. Те, которые федеральные трассы, мы отвечаем за них, это улица Ленина. А те трассы, которые в село, отвечают при Марии за них. Я говорю, правомочные при Марии, вот такой совет, обратите совет. Совет может ограничить движение на определенном расстоянии. И устанавливать эти лежачие полицейские, тоже может дать разрешение делать это. Почему я обращаюсь к этим, и очень даже не смешно. Потому что, вы видели, все ли это было очень засушиво. Перед тем, как решить открыть детский сад, я попросила наших нянечек помыть эту зеленую травку на площадках, подготовить эти теневые навесы, приемы детей, все. На следующий день, пыль проезжает родная машина на высокой скорости, вся пыль на участке. Я бы представляю, целый день наши дети будут на участке. Они будут целый день в этой пыли. У нас сколько вот этих бутуи вдоль забора посажено, красивых декоративных этих растений, сколько погублено. Из-за вот этой мелузы, которая села в виде пыли на эти деревьях, и они погубились. Хотя они поливаются постоянно и систематически. А из-за вот этой пыли, она не просто пыль. Там мелуза известковая. Поднимается, машина проезжает на такой скорости. Даже я бы кем придралась, так женщине одной. Где все ванжели, ваше хозяйство, вся пыль на участке у нас. Нет, не глянь. Может быть, сестра моя. Поэтому, вот, понимаете как, это наши дети. Дети нашего села. И сельские жители это поймут. Я не прошу всю дорогу закрыть. Вот, по восточной стороне, до памятника, до школы, до Космодемьянской, да? Это улица, до школы. Там же жителей нет. А чуть подача есть мост, по которому можно проехать на ту сторону, сторону заправки, и можно спокойно доехать до центра. И ничего тут затронут. Это наши дети, дети наших жителей. И я думаю, что все жители поймут это. Потому что дети действительно будут в пыли. Вот сейчас все лето не было детей. Ну вот там мыли, ковры чистили, убирали, все такое. В пыли. Понимаете? Я-то в кабинете все же банан на шоу нынче. А дети на участке. И вас, знаете, поэтому... А поливать этот участок? Просто поливать вам. Каждый день я буду тратить воду на дорогу? Как ты думаешь? А как нет? Вот лары и сломай, никто панкевича барышей. Здесь жители... Как он может поставить, сказать ему, Олег или там, Василий. Леонид Николаевич, есть мост. Здесь жителей нету. Через этот мост проехали на ту сторону Кулисского. Смотри, там, где заправка. А ту на сухую дали. И на ту сторону... Дайте, на кончик, подождите. И на ту сторону, там, где заправка, там дамба. Можно поставить три лежачих полицейских, чтобы задержали это движение. Даже с той стороны. Идите, вырвай. Идите, вырвай. А на самом... Сама, по-моему, выйдет, там запретить вас в силу не ехать. А что запретить-то поограничить? Они и так должны там ехать 30 км в час. Все. Ваши услышали. Ребята, давайте... Пожалуйста, я надеюсь на положительное решение. Это наши дети. Все, хорошо. Дороча, мы вас поняли. Дмитрий. Я считаю, что дорогу закрыть, ну, это не совсем правильная идея. Можно поставить лежачих полицейских. Можно унести ограждение. На ограждение поставить поликарбонат какой-то прозрачный. Но нести отмем, бетюни, лука помает. Поликарбонат сверху, где какой поликарбонат? Ну, это дело, что? Какой поликарбонат? У Гиридаа, Гуртара, 60, 60, 60, 60. А за километром, влажайте. Чимбакэ, с Мерказюлема. Чимбакэ, сели так 40 км час надоедать. Сошилыструйте. Попор, я намечаю, на грабонат, изнано шучу, отстойдущей сюда, о чем, я вида пришла, о, о'ордан дат геши, о, о,香роме, бюлэйд, Бюлэйс, по мне, днина дат алмамады, без солчись, и ойль к ельке, не дохал. Я полигарбонат, Вы предлагаете закрыть дорогу от центра до школы, до улицы Космодемьянской. Хорошо. Дальше нужно перемешать. Перемешать на мостик? Нет, но вы в ту сторону-то разрешаете? Я вам говорю, не запрещаю? Что не запрещаешь? Так ты не можешь запрещать разрешение. Слушайте, это абсурд. То, что ограничить скорость, устанавливают полицейские, да, тут даже не абсурд. Закрыть улицу, брак не будет, везем к генопионеру каких-то абсурдных вещах. Вы не станете, не абсурд, у Чучука нету. Во-первых, здесь Валерий Иванович, по-моему, черный, да? Валерий Иванович, по-моему. Примария имеет право устанавливать лежачий полицейский полицейский. Да, имеет право дать разрешение на установки. Я не говорю, что советник пойдет устанавливать. Нет, потом он придет сюда. Он укажет, где можно, где нельзя. У нас председатель совета или примарь на слое усмотрение теорий, он укажет, где, сколько, на каком расстоянии. Он укажет и потом скажет. Примария и защите средства, это надо сделать за счет местного бюджета. Что бы вы имели ввиду? Пожалуйста, я только за, чтобы было безопасно. Я не думаю, что там будет огромность листа устанавливать все на три лежачих полицейских. Когда начнете интересоваться, тогда узнаете. Все, есть право решение. Только дорогу закрыть против, но установка лежачих метров уходит через каждый метр. Просмотрим заявление руководителя Валерий Ивановича о запрете транспортного движения по дороге вдоль забора с восточной стороны здания детского сада. Я, врачи, использую движение с установки лежачих полицейских и руководителя ВАС. Статьей 14, часть 2, пункт Р. Искусственного бюджета. Искусственного бюджета. Искусственного бюджета. Комиссия предлагает местному совету поручить примару села Жеково-Софии Васильеву выйти с Хадатайском в администрацию района об установлении лежачих полицейских в центре села по трассе Л-638 улица Ленина. Нет, Ленина не надо. Как судить из Ленина, да? А где находится наша заправка? Какая Ленина? А заправка где находится? Так, Галара, я все ли, где Ленина Ленина? Пананилем асфальта, кранчей на решение, там, так, кто? Я имею в виду кубера. Мира имею в виду кубера. Мира имею в виду кубера. Там не слышит заявление. Какой Ленин? Угольное не делало. Установка лежачих полицейских со стороны заправки на полицейских в центре. На том же самом расстоянии. Да. Со стороны заправки Туторов? Туторов? Улица Ленина? Да, да, да. Улица Ленина. Улица Ленина параллельная. Улица Ленина? С другой стороны. Мира, да. Мира! 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 Все, прошу прощения, Мира. Улица Ленина, улица Ленина, улица Ленина? Вы имеете в виду обе дороги? Там где Мнелуза? Асфальт Барангельмитус? Да, там и улица Ленина, улица Ленина. Так, рядом заправка и рядом с Аликова. Хорошо, мы иди в районе Ленина. Улица Мира, у Расу Груза Бадоровича, я с ним говорила, я тоже с ним говорила. Улица Мира, у Расу Груза Бадоровича. Улица Мира, улече, улече, улече. Улица Мира, улече. Нет, там есть комиссия по безопасности движений при администрации. Примар выходит с ходатайства в ту комиссию, организует создать комиссию оттуда-отсюда, с ДЭУ, с ДЭУ. Об установлении лежачих полицейских в центре села по улице Миров возле детского сада. Если говорить, там, наверное, не лежачих полицейских. Там идут как-то искусственные препятствия, неровности, лежачих полицейских делами основных решений. И лежачих полицейских. Мы не знаем. Мы не знаем. Нас не знают, Дима. Вы можете, знаете, даже если искусственная неровность есть, мы должны... Если планы не ловность, то есть знак, предупреждающий, что там есть неровность. Вы правильно? Кто за данный проект решения прошелся? Петр Габиевич, перед голосованием, знаете, почему еще мы не стали Палинина? Потому что поступили жалобы родителей. Утром дети переходят дорогу. Пешеходную дорогу в лицей. И машины едут с большой скоростью. Поэтому они попросили, чтобы мы тоже установили лежачих там, где дети расходят на центральный переход. Нет. Примарк же выходит, когда дальше. Заодно и это рассмотрят. Заодно и за ними лежат. Вы сами видите. Так не соблюдают пешеходный переход, Николай Петрович. Не забыдают. Не вошли все равно, да. Да хорошо. Устанавливаем метод по улице Ленина? Да. Он на неделю попросил классный. Да. И по улице Ленина. Пусть обращаются. Мы принимаем решение. На этом участке, согласно их нормативам, нельзя установить. У Анджелина 10. Мы принимаем, а дальше уже... Да. Там и вот. Там и есть. Хорошо. Давай проект решения. Голосы. Самое главное. У нас есть он? Да. Я сын. Убим от юристских консервных. Примарус Елачащенко, Жекова и Софья Васильевна, 30 местного совета, Маджа Петру Юрьевичу, местному совету секретарю Тарадурановича Ашипи Касанина Васильевича. На сегодня? Оно адресовано было еще на 18 августа. Помните, он пришел во время заседания, как бы мы не имели права рассматривать. Он тут ссылается на кучу законов, на нарушения, которые допускает примар, местный совет, председатель местного совета, и что он просит от нас. Поэтому, руководствуясь законами, где местный совет ущемляет, относится к публичным, где на основании местный примар отвечает за инвентаризацию и управление в пределах своей компетенции имуществом села, относящиеся к публичным и частным сферам, предоставит всю информацию о сделках с этим недвижимым имуществом, в том числе и все правоустанавливающие документы, как этого требует закон. Кто является законным владельцем на каких правоустанавливающих документах, на каких правоустанавливающих сделках, акт приема-передачи, арендное отношение договора, сделки, купли, продажи и т.д. Натуральное удоставление документов на объекты того или иного имущества, кому принадлежат, где хранятся документы на указанную недвижимость. Рейстр недвижимого имущества полным наименованием согласно инвентаризации на момент существования ОЧИЧМО и впоследствии его раздробления с разделом имущества из общедалевой собственности, соответствующим долям каждого собственника общедалевой собственности бывшего ОЧИЧМО. Кто какое имущество получил в натуре по разделу общедалевой собственности, бывшего ОЧИЧМО со всеми правоустанавливающими документами. Есть проект решения по данному вопросу? Земельная комиссия? Какая комиссия? Елена Николаевна, две минуты еще потерпите. Есть проект решения профильной комиссии? Просмотрев заявление жителей, силачники, ущелья Константина. Слушайте, коллеги, будете голосовать? Слушайте. О предоставлении пакета документов в реестр недвижимого имущества полным наименованием согласно инвентаризации на момент существования ОЧИЧМО и последствия его раздробления с разделом имущества из общедалевой собственности, соответствующим долям каждого собственника общедалевой собственности бывшего ОЧИЧМО. И кто какое имущество получил на тоге со всеми правоустанавливающими документами. Уголовство из статьи 14 части 2 закона 436 о местном мудричном управлении. Комиссия предлагает местному совету запрашиваемых документов гражданином Шигера КВН в Примарии села Чешникёй не имеется и никогда не было. Что еще можно писать? Чтобы было законно. И раз документы не предоставить что? Ну, ссылаться идеей на закон, что... А где? Какой архив? Какой архив? Он с нас все равно не следствующий, Юрий Сергеевич. Ответом недоволен. Мы даем пока такой архив. А дальше придет еще посуды. Вот я не знаю, что он... Во-первых, когда вот эта программа была в 2020 году, а тут же ничего не передали... То, что передали, передали. Передали за счет долгов. Школы, садики... Кабраж, мараж... ...мараж... ...мараж... ...правление... А больше же нет у нас. Нет, это коммунальный... И где у нас нет. Но по заявлению Маджаран... Он на вапши башкайч... ...будайся он на Рыбине. Не андерновал, но не. Может... Да. Он дурцы... В смысле? Чтобы не... Как вариант... Создать комиссию, провести... На самом деле... Те список... Они обезьяны... Маджар Верейни... Они... Хочет он... Чтобы мы зарегистрировали... Передали... Может, на самом деле... Провести инвентаризацию... Согласно того списка... И определить... За кем они... Кто пользуется... За кем числятся... Совместную... Как бы... У кого есть права... Собственности... У... Указывать... Слушай... Снукубовая цистерна... Вот... Можем мы с этим согласиться... У... Снукубовая цистерна... Нет, конечно... Вот... Если... Они обе... На территории... На прошлом же заседании... Приняли решение... Чтобы принес... Чтобы он нам предоставил... Право восстановления... Которые... Никогда не предоставили... Снукубовая цистерна... Если мы... Если мы проведем... Инвентаризацию... На самом деле... Инвентаризационная комиссия... Установить... Что... На самом деле... Что цистерна... Или здание какой-то бригады... Они не имеют собственника... Нету... Нету там собственника... И дальше уже... Если есть какие-то другие механизмы... Были... Боя... Когда... Валопроз... По улице... Не... А... Лиманная... Лиманская... Он... Боя... 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 Все... Система... Боя... Боя... Он говорит... Дядом... Все... Все... Готовно... Совместную комиссию создать... Примарий... Совет... Структура... Наверное... Ради Бога... Ради Бога... Привлечь... Жителей... Создать комиссию... Провести... Нементаризацию... И на самом деле... Определить... Что... На самом деле... Объекты являются... Бесхозными... Да... Я тоже так думаю... Может вообще-то... И... Выйти... Нементаризация... Что за ним... Чистится... Да... Что за ним... Чистится... Платит ли он какие-нибудь... А... Это... Мы ему предложили... Если... Мы можем разобраться... Беру... Если тот отстает... Этот начинает... Этот отстает... Тот начинает... Так... И... Конец этого грязи... Нет... 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 Никогда... Ни один закон... Это имущество... За Иван Федоровичем... Уже... Не будет... Не чистится... Не будет... Оно его... Имуществом не будет... Просто человек до сих пор... Этим имуществом пользуется... Тот-то... 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 Пожалуйста... Пусть пользуется... Икалмы... 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 Оно его надо официально... По-дружески... По-дружески... Вот... Предложили... Примару... Примаре... Совету... Создать комиссию... И провести инвентаризацию... Данных объектов... И определить... Кто является собственниками... На данный момент... Включить... Можно весь совет... Всех советников... А? Все... Можно включить весь совет... Ну, коли начали инвентаризацию... Давайте проведем... Инвентаризацию... Земель... Всех... Давно люди просят об этом... Давайте... Но... По-моему... Провести вопросов нет... Провести... Инвентаризацию всех земель... Но это должны службы... Какие-то проводить... Конечно... Но... Надо отделить... Безонное... Я бы сказал... Имущество... Строение... И землю... Провести... Никаких... А? Пока имущество... Ну... Понимаете... Если строить... Попутно... Все... Это... Дом... Это... Дом... Дом... Терзи... Притендовать... Но... Дом... Это... Примарийский... Дом... Безхозный... Наса... Дом... Дом... Ксерокопию... Паспорту... Так... А мы себя... Викмируем... Четыре метра... Маша... Тогда уже... Все... Не решать... Ни... Вопросы... Он сказал, что он был. Он был в вопросе сгином? Димил, он в вопросе? Кем было, что он был? Мы ведь человек рядом, в чек-то бумажке, варка, куда кашли? Ольга Васильевна, извините, вы не можете говорить, если я тут зашли. Без чек-то, как я бы даже не садил. Вы не можете, что он был. Так, дополнение? Все, все, какой паспорт он, что он был. Дополнение по... Человек даже не поздоровался со мной. Извините. Значит, первый будет запрашивать документы гражданин Шиберского Примария Села Чеченкова. Слушаем, проект решили. Второе, создать комиссию и провести монетаризацию объекта недвижимости, находящейся на территории Села Чеченкова. Все услышали, поняли, о чем начали? Леня? Кто за данный проект? Что-то добавили или не добавили? Прочитайте еще раз. Первое, остается, что прочитала Евгения Антоновна. Второе, создать комиссию и провести монетаризацию объектов недвижимости, находящиеся на территории Села Чеченков. земли? Земли? Ничего права. Объекты недвижимости, земли сельхозного назначения? Всех? Земли всех категорий. Земли всех категорий, да? И назначения. Там же есть сельхоз, есть сельхоз, есть сельхоз, партиконструкции, монаструкции, все земли. Там же есть сельхозного назначения. Но я думаю, что эта комиссия... Но эта комиссия, я думаю, как, я не знаю, насколько это... Тогда, может, в эту комиссию включить компетентных органов, которые знают действительно, как, что... Подождите, а что, мы создаем сейчас комиссию? Нет. Ну, тогда мы только принимаем вот решение вот такое. Комиссию же мы не создаем сейчас. Пока изучит Софья Аслан, изучит этот вопрос. В совместную комиссию, можно добавить совместную комиссию, совместный... Кадастер участкового... Да, 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 рабочие вопросы. Нет, главное, что в кадастер и налоговое. Кадастер налоговое. Вот таких специалистов. Ну и специалистов. Специалистов, профи... Тогда создать специализированную комиссию? Ну, специализированную, конечно. Естественно, специализированную комиссию. Можно с 15-17 человек пускать. Но я думаю, что если мы обратимся с кадатасем, или с заявлением... На специализированную. Подождите. Комиссию... Не будут они просить у нас оплаты? Дурак Шингеле, представитель АПК, допустим... Гагаузин. Не для оценки. Если оценка, то тогда деньги. А тут просто проводим инвентаризацию. В свое рабочее время человек приходит и проводит совместную инвентаризацию. Да, в рабочее время живет. Если ГЭЛДЖИК оценку проводит, да, оценка стоит хорошие деньги. Там не обойдешь себе заплату. Просто... Понимаете, он... По заявлению... Там там 7 объектов. Есть там объекты, которые... Только земля... Их нет, нет. Так и кажется... Что данные о заплате? Был разрушен, разворован или... Он нарушил... Их нет. Если комиссия будет установить, что и ГЭЛДЖИК... Все. Кто за данный проект решения с изменением дополнительным? Прошу проголосовать. Что это? Я не могу. Все. Что этоegal-последователей? Хорошо. Повторяну. Что это? Что это? Что это? В лицах, что вы думаете, что это не идея? У них нет. У них нет. Я Fill Deer Зараман. Да, что это всё не стоит. У них нет. Мы сэмсфермируем вместе. У них нет. Сэмсфермируем вместе. Это цифровой, Я не знаю. Продолжение следует...